так видно видно да все отключаем отключаем камера и микрофоны просто чтобы не было никаких интерференций а коллеги значит буквально минута чтобы сказать вам что я вчера поздно вечером завесил на сайт не на сайт нашу с вами группу про кофе интерлегал я завесил ответы на два вопроса значит был вопрос и я честно говоря поскольку я не помню задавались ли эти вопросы утром или вечером я решил проговорить это и сейчас на утреннем заседании и вечером на вечернем я тоже с этого начну то что я не помню илья баскакин по моему задавал этот вопрос на вечернем заседании хорошо я для него повторю он задал вопрос насчет веню и сид и насчет того что веню иногда употребляется в значении сид это правда это бывает это называется авторский знак или авторское слово употребление и это могут себе позволить титана юриспруденции это люди которые вот если он сказал что веню это сид все остальные целый лайн они вот смотрят на него вот так какой-нибудь там не знаю профессор известней да как профессор мы вас поняли хорошо вы употребляете термин веню значение сид извините так пожалуйста на минуточку а если можно вопросы самый наглый какой-то студент с последнего ряда профессор извините а если вы веню употребляете значение сид какое слово употребите для обозначения веню физической встречи арбитров в моем примере в ницце он скажет давайте на place а хорошо спасибо записываю еще раз вопрос конвенции вопрос договоренности то же самое к вопросу о том опять же не помню на утром или вечернем заседании коллега спрашивал как переводить ри 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 amended да как угодно первый вариант например statement of claim исковое заявление amended statement of claim исковое заявление с исправлениями и дополнениями ри amended второе исковое заявление или вторая версия второе исправленное исковое заявление потом ри 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 третье исправление и пошло как угодно абсолютно или в скобках можете написать версия 1 например будет statement of claim в скобках версия 1 amended версия 2 re amended версия 3 в скобках ну реально вопрос конвенции и алена шуклина и оля раховская задавали вопрос про разницу между медиацией и канцеляющим примирительными процедурами тоже объяснила разница очень небольшая только в роли ту роль в той роли которую играет медиатор и примиритель канцелятор все давайте на это больше времени будем тратить давайте мы определимся о чем мы сегодня будем говорить сегодня мы с вами будем говорить о том как вообще рассматривается дело в третейском разбирательстве от начала и до конца мы с вами будем говорить о том как идут слушания потом по итогам слушания как принимается третейское решение то есть award дальше как это решение вступает в силу и как его можно обжаловать оспорить так называемый set aside по очень ограниченным основаниям иск продается в местный суд в государственный суд по месту сид по месту проведения разбирательства и дальше мы с вами обсудим вопрос о том что происходит если проигравшая страна как иногда бывает на самом деле это бывает редко просто об этом все знают об этом громко кричат но потому что это новость но чаще всего все исполняется добровольно добросовестно но если не исполняется то что делать вот дальше мы с вами поговорим о признании приведения в исполнение в частности иностранных третейских решений и закончим тем что мы с вами обсудим чем отличается инвестиционный арбитраж от коммерческого вот такая юридическая логика такая будет последовательность у нас с вами сегодняшней работы давайте сейчас посмотрим на вопрос о том какие бывают системы вообще судопроизводства в странах системы в основном две так называемые инквизиционные инквизиториал и адвесариал который переводится как состязательная типичный пример инквизиционной системы естественно испанская инквизиция или сталинские тройки когда естественно никаких не адвокатов строго говоря никаких proper parties to speak of не было человек приходил ему задавали вопрос он признавался виновным дальше он ехал в гулаг и 10 лет по рогам состязательная система правосудия это система в которой судья steps back он сидит и слушает что ему говорят стороны адвокаты дальше выносит решения с минимальной интервенции с минимальным участием со своей стороны с минимальным вмешательством инквизиционная же система остатки инквизиционной системы до сих пор существует в таких странах как например франция где существует должность как по-английски это называется investigating magistrate или судья следователь вот это судья который играет супер активную роль в отличие от состязательной системы где судья может вообще сидеть не задавать вопросы я был на таких слушаниях я даже не знал какой голос у судья он с утра что-то там скажет good morning everyone все и больше это вообще ничего не говорил shall we go on a brief adjournment yes my lord и все бывали судьи значительно более проактивные в государственных судах но то что делает juge d'instruction во франции вот это настоящая инквизиционная система он вызывает свидетелей он назначает экспертизы он ведет процесс я вот сидел один раз на процессе во фребурге против ебрр против абрамовича судья заслушивал вопросы там все дело шло по-французски судья был местный швейцарец замечательно фрибургским поющим акцентом я с ним спелся потому что я говорю примерно с таким же акцентом швейцарским французском языке он слушал вопрос адвоката после этого он ему фактически говорил ты заявил метро ну не говорил вот так ну буквально и переформулировал вопрос для машинистки которая это дело печатала на машинке типа optima 1975 года вот реально тюкало то есть эта вещь которая в английском суде немыслимо судья вмешивается он переформулирует вопросы потом переформулирует ответы говорит протоколисту как это дело записывать вот эти две системы инквизиционная и сосредоставительная существует в мире параллельно и мы с вами об этом будем говорить потому что в некотором смысле разные третейские суды по-разному себя ведут некоторые ведут себя более проактивно более инициативно а некоторые наоборот себя и некоторые вот даже я вам расскажу дело было в котором меня потрясло когда я обратил внимание председатель состава арбитража американского известного юриста на то что была ошибка в письменном переводе он сказал меня это не интересует the bundles have been agreed by the parties сказал он итак начинается все с того что подается request for for arbitration или notice of arbitration which is served on the respondent and the arbitral institution served on просто подается в запрос или просьба об арбитраже подается отцу извините ответчику и арбитражному третейскому институту для того чтобы подать эти документы у стороны естественно в данном случае у истца потому что все начинается с него должен быть standing to sue either standing to be sued или locust stand это правило на выдвижение иска ну и соответственно ответчик должен быть право на защиту он должен быть естественно дееспособным человеком достигшего возраста совершеннолетия и так далее после этого после того как поданы эти все документы начинается формирование состава арбитража formation или constitution of the arbitral tribunal по испански интересно коллегио арбитраль еще раз мы с вами уже говорили об этом два дня назад просто для того чтобы освежить немножко все воспоминаниях третейский суд это не суд обычном понимании этого слова это не суд как государственный суд который является судебным органом это в основном еще раз регламент это просто правило процедуры и список арбитров рекомендуемый из которого стороны могут взять арбитров могут не взять они могут со своим прийти иногда помещение даже может не быть вот был известно одно дело строительный тяжелейший был жуткий совершенно был спор и мы с коллегой переводили в женеве где арбитр заседали в гостинице с высотой недалеко от фонтана женевского у них даже своего места нет есть женевская арбитражный центр у него нет помещения дальше сколько может быть арбитров сколько угодно обычно три и тогда это называется обычный tribunal или the panel а может быть все обе трейта единоличный арбитр еще раз единоличный арбитр это один человек а когда больше чем один это состав арбитража всячески призываю забыть слово tribunal отрешиться от него и не переводить это как трибунал а panel не переводить естественно как панель и кто-то должен иметь возможность назначать арбитров если эти арбитры не выбраны сторонами довольно часто естественно выдвигает своего кандидата в арбитры ответчик своего обычно это не оспаривается если только нет серьезнейших оснований для отвода а третий назначается так называемый супер арбитр или председатель состава арбитража он назначается вот этим назначающим органом то есть lc и а и cc там и так далее так далее как заявляются отводы арбитром вот я сейчас только что сказал что стороны могут согласиться с кандидатурой предложенной другой стороны могут не согласиться они могут заявить отвод это называется challenge суде в государственном суде это употребляется термин recusal to recuse a judge недавно такое дело было в лондонском суде если во время перелива будет интерес я расскажу судья явно занял позицию небеспристрастно это дело было вопиющее совершенно по по делу british airways заявляется отвод арбитру может заявляться отвод кандидата в арбитры и так далее это называется challenge against arbitrators and then they are removed because of bias partiality lack of disclosure lack of disclosure это будет дело станимира александра про который я вчера по моему рассказывал в понедельник арбита который забыл я уверен что он забыл это было добросовестное заблуждение с его стороны и ничего там страшного на самом деле не произошло просто вежливо договорились что он уйдет никаких естественно уголовных санкций ни штрафа ничего не было иногда могут быть санкции вводимые институтом арбитров но это был не тот случай он просто забыл сказать что там какой-то там не знаю там 1900-м какой-то лысом 85-м году он на одну из сторон работал то ли консультантом то ли был арбитром в их деле про что все давно забыли но ушлые юристы ничего не забывают они быстро все прогуглили нашли после этого состав арбитража the tribunal or the panel собирается на так называемый при геринг конференц это неофициальная обычно встречи просто чтобы познакомиться довольно часто это может быть даже по телефону по конференц-связи времена к вида естественно совершенно спокойно все делается по по интернету потом идут следующей стадии будет собственно уже слушания и вот это вот то где начинают участвовать синхронные ну или последовательные переводчики мы устные переводчики а потом идут post-hearing всякие дела в частности post-hearing briefs на организационных процедурных процессуальных первых иногда неофициальных заседаниях состав арбитража выносится так называемый order for directions which is это так называется в англии вэльсе which is issued at a directions hearing процессуальный приказ в основном по вот таким вопросам как сроки и порядок слушания первым выступает такой-то выделяется 4 часа каждой стороне первым ну и там такие-таки свидетели и так далее переводчики будут переводить синхронно или последовательно переводчики там русский язык китайский турецкий и так далее теперь как только этот состав арбитража сформирован и начинает работать после предварительных preliminary unofficial meetings состав арбитража the tribunal выпускает так называемый procedural order number one в ICC это называется terms of reference по-французски act de mission это фактически самонаписанный устав они пишут для себя устав не в смысле что они имеют право делать потому что это все прописано естественно в арбитражной оговорке до них сторонами еще до того как был создан состав арбитража они прописывают в какие сроки будут ли бифуркейшн или байфуркейшн как американцы это произнесут что это такое бифуркейшн очень интересный термин который нередко вызывает трудности у переводчика хотя он совершенно ясно это разветвление раздвоение разделение процесса довольно часто процесс бывает исключительно сложным и технически запутанным и тогда разделяются стадии арбитры говорят знаете так давайте вот что сначала решим вопрос вообще если у нас подсудность компетентность компетентны ли мы рассматривать это дело do we have jurisdiction do we take jurisdiction признаем ли мы это дело подсудным нам или признаем ли мы себя компетентными рассматривать это дело сначала jurisdiction потом переходим к merits вот merits это не достоинство позиции той или иной стороны это merits of the case это существо вопроса hearings on the merits hearings on the merits это значит не по процессуальным вопросом это уже по вопросам существа кто что кому построил что развалилось и кто кому должен какой штраф заплатить потом они говорят слушайте дело исключительно запутанное мы сейчас до цифр конкретных не дойдем у нас сил не останется и времени нет он крисмас скоро нам за два месяца дай бог уложиться в решение вопроса о чем о liability это просто решение вопроса о том что победила такая-то сторона иногда бывает смешанным победила отчасти и одна и другая вот как на недавнем процессе елена николаевна батуриной против александра николаевича чистякова в лондоне вроде как и он победила вроде как что-то где-то он проиграл что-то батурина получила в результате обе стороны были относительно довольны но это был high court это был суд это был не не арбитраж именно поэтому я уволен про это рассказывать там были даже по-моему наши коммерсантовские журналисты и последний контур тоже вопрос как слово которое постоянно вызывает у лингвистов трудности квант какой квант какое-то имеет отношение вообще к юридическому разбирательству это это не квант это латинское слово quantum debiatur это сколько вот как только мы решили кто виновен кто проиграл мы должны теперь решить сколько проигравшая страна должна заплатить там и так далее так далее меру ответственности выраженную в каких-то ощутимых единицах в деньгах в необходимости достроить недостроенный скажем да дом завод там и так далее подвести под крышу и так далее то что называется специфика фомас когда приказывает вы ничего не должны платить вы просто строительство закончите блин вы подведите дом под крышу и все значит on the merits по существу спора по существу дела по существу вопроса в отличие от чисто процессуальных аспектов на этом же этапе могут рассматриваться любые предварительные ходатайства ходатайство обычно application американцы еще любят словом motion рассматривается ходатайство о вынесении судебных приказов в суде а в арбитраже международном то есть третейских разбирательствах это называется не судебные приказы просто приказ выданный составом арбитража вот это вот injunction заметьте что injunction обычно довольно часто переводится как запрет но это далеко не всегда запрет бывает позитивные injunctions бывают негативные приказываю сделать что-то приказываю там disclose a document show us the email а могут быть чаще конечно injunctions бывают запретительные запрещаем распоряжаться вашим имуществом другое дело что третейский суд может это приказать но это будет unenforceable это будет не будет подкреплено возможностью принудительного приведения в исполнение придется идти в государственный суд по месту сита по месту расположения разбирательства и вот как тогда полезно иметь юристов on your team потому что как я по моему уже говорил и буду еще об этом говорить ни арбитры ни представители сторон не обязаны быть юристами любой я могу выступать в качестве защитника представлять дело что такое anti-litigation injunction совершенно понятно сторона возбуждает дело одновременно государственном суде например и в третейском или два третейских одно в америке другое в англии арбитры выносят решение anti-litigation injunction запрещаем вести данное дело в двух параллельных юрисдикциях приказываем вам withdraw your statement of claim in that jurisdiction то есть забрать исковое заявление прекратить производство и вот в этой связи полезное вкусное латинское выражение лес лес пенденс лес алиби пенденс это параллельные вот те самые про которые так что говорил судебное разбирательство теперь кто и как приводится к присяге значит в судах приводится к присяге свидетели и переводчики присяга обычно гласит переводческая присяга я виктор покофеев hereby solemnly and sincerely declare and affirm that i shall faithfully interpret and due explanation make of all such things and matters as shall be required of me to the best of my knowledge and understanding приводится к присяге присяге могут быть oath это обычно на священном писании это библия тора коран может быть affirmation это это та же самая присяга только не на священном not on holy scripture это просто человек заявляет в начале в начале своей присяге если человек приносит присягу как oath он говорит я swear by almighty god клянусь всемогущим богом и дальше вот тот текст который я проговорил с небольшой поправкой на то что если это не привычек то если это свидетель то конечно чуть-чуть меняется но в принципе то же самое что i shall be telling the truth the whole truth and nothing but the truth если же человек не хочет давать присягу на священном писании на любом священном писании то он дает affirmation и это начинается со слов i hereby solemnly sincerely and truly declare and affirm в лондонском арбитражном суде я так подозреваю что во всех остальных третейских судах то же самое назначается так называемый case officer я это обычно перевожу как куратор дела что важно понять это то что это сотрудник вот этого третейского института третейской организации lcaa scc icc стокгольмский парижский женевский там и так далее он всегда юрист но это не судья и не арбитр он чистый клерк человек который следит просто за правильным прохождением все документации чтобы все копии рассылались одновременно всем сторонам и состав арбитража и так далее теперь несколько слов о том что третейские суды не могут делать очень хотят но не могут значит государственный суд вот я здесь подчеркнул корт не третейский говорим сейчас про государственный суд в течение 30 секунд они могут компел а тенденц они могут обеспечить привод кого угодно свидетель например человек не хочет получил суппина да он получил суммонс вызов повестку не приходит посылают полицию этих самых приставов исполнителей courts can order documents disclosure which are in third party hands в американском праве чаще употребляется темный термин discovery имейте ввиду что если вы увидите discovery это то же самое что disclosure то есть приказать показать какие-то документы провести поиск по компьютеру и распечатать там тысячи миллионов emails which are relevant to the case которые относимы к данному делу которые имеют отношение к данному делу и суды могут order entry measures так называемые обеспечительные или временные меры to address an urgent situation prior to the issues of an award это временно обеспечительные меры которые по моему вчера с вами говорили арест активов и так далее вот за этим надо идти в государственный суд теперь возвращаемся снова к тематике tribunal третейского разбирательства состав арбитража имеет право выносить preliminary orders приказы about entry measures of protection provisional and conservatory measures про это мы с вами вчера говорили еще это называется interlocutory measures или interlocutory relief предварительные обеспечительные меры направлены на сохранение статус-кво что потом позволит исполнить арбитражное решение award после того как оно будет вынесено вот эти вот interim measures французском языке называется referé и судья который в суде выносит эти решения называется juge de referé опять же эти меры могут быть вынесены определением состава арбитража но если противная сторона не захочет их выполнять принудить его нельзя придется идти в государственный суд и вот тогда будет juge de referé дежурный судья подтверждаются только в суде а бывают иногда меры по-моему я тоже про это говорил в понедельник бывают меры обеспечительного характера которые принимаются так называемые экспорты до реформы правосудия которая английского правосудия который провел лорд вульф несколько десятков лет назад это называлось экспорты по латыни потом вульф сказал ну зачем путать английских налогоплательщиков непонятную латынию какой дать назовем without notice и так назвал without notice а with notice называется intrapartes это когда привлекается сразу вторая сторона экспорты это я естественно прихожу к вам к арбитрам и говорю уважаемые арбитры я чувствую противная сторона сейчас начнет сливать активы вынесите пожалуйста temporary restraining order interim measure не выносит но с этим делом все равно придется бежать в суд суд дает исполнительный лист я бегу в банк если я знаю где у этого человека в банке счета и банк блокирует операции return date это когда экспорты without notice и противная сторона должна быть должна предоставлена быть предоставлена ей должна быть предоставлена возможность течение часа трех пяти не знаю суд максимум прийти и заявить свои возражения минуточку почему вы ввели против меня арест активов я возражаю по таким таким основанием и дальше арбитры могут сказать вы знаете да вы нас убедили отменяем worldwide freezing order дальше бежим в суд потом бежим в банк говорит все отменяется средства можно переводить еще раз для того чтобы получить enforceable инструмент то есть подкрепленный мощью государства подкрепленной возможностью приведения в принудительное исполнение ergo omnes то есть действующей на территории всей земли в отношении всех абсолютно субъектов и физлиц юрлиц и так далее the tribunal needs to go to the local court состав арбитража должен выписать бумагу с которой соответствующая заинтересованная сторона бежит в местный суд а суды на основе этого выдают так называемые enforcement orders или экзекватура по-русски хороший есть термин экзекватура for interlocutory measures то есть суд говорит я получил ходатайство от такой стороны мне был был принесен текст решения состав арбитража придаю ему юридическую силу на территории моей юрисдикции все дальше начинаются дополнительные да простите пожалуйста к предыдущему слайду вопрос к предыдущему слайду в частности есть ли русский аналог термина форум-шоппинг это в связи с параллельными разбирательствами вы знаете нет никакого согласованного термина нет очень часто говорят поскольку это все абсолютно понимают так и говорят форен-шоппинг или попытка найти более благоприятный форум никакого стоящегося перевода нет попытка найти попытка найти более удачный более благоприятный для себя форум судебный форум естественно имеется ввиду дальше продолжается обмен различными документами начинается pre-hearing briefs это все те бумажки документы включая содержательные бумаги сторон но это могут быть и процессуальные всякие не очень важные ходатайство и так далее да ходатайство привлечь в качестве переводчика там господина Иванова Петрова Сидорова да ходатайство о том что перевод был синхронным и что расходы на установление восстановление синхронного оборудования кабины и на переводчиков стороны делят соотношение там 50 на 50 70 на 30 и так далее дальше скелетон вот этот очень интересный термин скелетон я обычно перевожу подробные письменные изложения позиций сторон это действительно скелеты это скелеты в котором которых излагается фактически то что адвокаты соответствующих сторон из своей ответчика собираются говорить на слушаниях и они совершенно не обязаны это все проговаривать они сдают эти скелеты в арбитру естественно мгновенно копия в ту же самую секунду должна быть нажатием кнопки кнопки send должна быть послана противной стороне никаких по-французски ambush засад в английском праве не допускается нельзя сочинить какой-то аргумент по ходу дела ходе слушания нельзя взять и сказать вы знаете ваш честь мы тут вот документик нашли за он явно свидетельствует о правоте нашей стороны или вот тут у нас замечательный рояль в кустах образовался интересный свидетель который сейчас нам такое расскажет что мы выиграем в секунду но вы запрещено никаких ambushes засад нет все документы все сообщения о при новых привлекаемых документах аргументах сторонах от этих самых witnesses свидетелях и так далее все должны предоставляться в распоряжении противной стороны состав арбитража одновременно ничего нового выкидывать нельзя вы можете по-новому изложить свою позицию юридически но вы не можете новые факты привести не уведомив об этом состав арбитража противную сторону дальше идут openings или opening statements стороны выступают со вступительными речами адвокатов иногда иногда редко были такие случаи я помню они либо не выступали вообще говорили here are my skeletons please feel free to peruse хорошее американское почему-то американцы больше любят это слово peruse изучайте читайте ознакомливайтесь ну или review please feel free to review довольно часто адвокат выступает с полным текстом и еще чаще он выступает 50-50 он там час допустим говорит ваша честь оставшиеся аргументы мои менее важные я прописал в своих skeletons feel free to peruse заканчивается все это дело closing или closing statement заключительные речи адвокатов еще редко но называется summation вместо них иногда стороны договариваться иногда судьи в государственных судах соответственно или арбитры в арбитраже в третейских разбирательствах говорят не надо выступление дайте нам post hearing briefs или written submissions memorials про disclosure discovery я уже рассказал традиционно почему-то переводится всегда как раскрытие документов на самом деле это не совсем раскрытие это не то что я что-то утаил а вот сейчас меня заставили я это дело раскрыл нет я просто предоставляю этот документ disclosure или discovery это просто предоставление передача вручения документов снова еще раз одновременно всегда арбитром и противной стороне переводчики в моем контракте есть норма о том что все документы которые создаются в ходе слушаний должны одновременно если они предоставляются противной стороне арбитром предоставляться мне в кабину без этого я не привожу сочинять adlibbing extemporaneously я не люблю delivery of interrogatories в основном американский термин это когда задаются вопросы письменные на которые противную сторону просят ответить часто interrogatories бывает в отношении третьих сторон не участвующих в деле может быть interrogatory каком государственном органе скажите пожалуйста что налоговая инспекция считает в этой связи так далее deposition вот эта интересная вещь это чисто американская финка это очень интересная вещь которой я очень люблю участвовать английские судьи любят видеть свидетелей перед собой им важно отслеживать body language facial expressions как человек говорит как он подает свой материал переводчика важно видеть тоже американские судьи напротив любят видеть допрос в записанном виде на пленке для этого существуют специальные службы видеографов которые снимают допрос все это дело обычно организуется в каком-то третьем месте вот у меня недавно был в париже я специально ездил на евростаре в париж они собирались на виниу фош замечательную какой-то гостинице сняли большое помещение с обедом со всеми делами там куча всякой логистики сидит адвокат допрашивающей стороны сидят естественно адвокаты допрашивая во ему го допрашиваемый человек очень известный человек фамилии которую естественно назвать не могу наш олигарх дает показания под съемку напротив него стоит камера с видеографом справа от него сижу я я перевожу все это дело идет на пленку все это дело потом согласовывать со сторонами каждая сторона постоянно выскакивает поскольку это американская процедура выскакивает со словами objection 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 потому что по американскому праву если ты не заявил возражение потом ты теряешь право начинается эстопеля который мы с вами говорили you are stopped from raising the argument if you did not raise it before or if you did not object to that argument being raised by the other party ты должен заявить протест против упоминания данного факта или упоминания данного события документа ситуации или неправильной формулировки вопроса мы с вами про это будем говорить через два или три слайда когда мы будем говорить о наводящих вопросах которые иногда запрещены не всегда objection objection your honor ну или objection мистер чармен дальше это все идет в суде иногда арбитры тоже это дело могут приказать это провести дальше они совершенно спокойно пьют кофе устал пошел поспал оставил на паузу вернулся досмотрел перекрутил пленку посмотрел второй третий четвертый раз как-то вот странно сейчас свидетель отреагировал так это ошибка перевода или это свидетель так отреагировал очень интересный процедурой очень очень психологически сильно отличающаяся от работы с точки зрения переводчика если говорить сильно отличающаяся от работы переводчиков в государственном и английском прежде всего в суде, потому что еще раз в Англии этого нет. Evidentiary hearings — основная часть слушаний, потому что еще раз судопроизводство или производство по третейскому делу состоит не только из собственных слушаний, вот когда мы с вами нужны синхронной или устной перевычки, он состоит из письменной стадии, потом все эти preliminary hearings, а потом идет audience principal, идет main hearing — устное слушание, oral hearings. Вот после обмена с отрезательными бумагами, вот все теми, про которые мы с вами говорили, statement of claim, который в судах называется statement of case, after any request for production of additional documents. Обратите внимание, кстати, вот это after any request for production of additional documents довольно часто переводят, неудачно сразу скажу, после любых ходатайств о представлении дополнительных документов. Они не любые никакие. Это то, что по-русски называется «если таковые будут». «Буде таковые будут заявлены сторонами». Вот что такое any. Это не любые. По-русски любые — это значит, что они уже все есть, а мы с вами подходим, pick and choose, выбираем любой из них. Ничего подобного. Они, может быть, даже не будут заявлены вообще. Any request. If any. Если таковая будет заявлена. Бывает fast track expedited documents based only process. То, о чем я вот минуту назад говорил. Могут не проводить слушание, скажем, давайте просто все из документов, все понятно, нас это устраивает. Но только если это не противоречит лекс-арбитре. Иногда в месте проведения заседаний, в месте проведения, извините, разбирательства в сите, в the seat of arbitration, действуют нормы о том, что устные слушания должны проводиться обязательно. Но вот я рекомендую, если бы я был юристом, я бы рекомендовал своей стороне, которая меня наняла работать на них, своему клиенту, я бы сказал, в этой стране не рекомендую проводить слушание. Давайте выберем что-нибудь более arbitration-friendly, о чем мы вчера с вами говорили. Ну, Лондон, там, Париж. Париж — вообще замечательное место. Париж приводит в действие, in the forces, set aside awards. Представляете, суд отменил award, а Париж приводит его в исполнение. Фантастическая особенность французской системы правосудия. Они говорят, а нам виднее. Вы хотите исполнить ваше решение где? Во Франции? Идите к нам. Come to papa. I'll resolve your issues. Я разрешаю привести в исполнение на территории Франции решение, которое было отменено. А у нас свои соображения по этому поводу. Public policy, например. Папки «Материалы дела» называются по-английски почему-то «bundles». Хотя совершенно спокойно говорят и «files», и «folders». Вот мне вчера, например, принесли очередную коробку для следующего дела. Там четыре, four bundles. There is one box with four bundles in it, 600 pages each. Иногда арбитры, как я уже вам докладывал, намеренно не вникают в ошибки перевода, если стороны перевод согласовали. The translation has been agreed by the parties. Меня подмывало спросить, Mr. Chairman, я правильно понимаю, что вы не хотите узнать, что здесь действительно написано? Вас не интересует истина. Ну, если бы я это сказал, меня бы вышибли оттуда мгновенно, поэтому, естественно, я этого не сказал, но про себя подумал. Я потом много обсуждал этот вопрос с английскими юристами. Все начинают, they get very evasive. Все говорят, ты знаешь, я не знаю, что я бы сделал на месте этого председательного состава арбитража. Некоторые более активисты, и об этом мы сейчас с вами будем говорить, а некоторые более такие hands-off. Вот арбитры бывают hands-off, и это не личная психологическая особенность арбитра. Это особенность системы правосудия, в которой он работает. Или особенность его подхода к делу. Это не его личный выбор. Просто в той системе права, в которой он функционирует, арбитр должен быть hands-off. Он сидит, слушает, не вникает. Вот если стороны согласовали текст, тампи, как говорят французы, тем хуже для вас. Если там есть ошибка, ну, тем хуже для вас. Значит, надо было ошибку найти, надо было нормальную переводчику нанимать. Очень хороший аргумент, между прочим, в поддержку нашей замечательной профессии. А бывают активисты. Да, Марин, пожалуйста. Виктор, вопрос от Ирины Карцевой. Skeletons. Это подробное или все-таки краткое изложение позиций? Нет, это не краткое, подробное. Ириш, это подробное. Его можно назвать краткое в том смысле, что он, естественно, будет короче. Допустим, это 70 страниц, в отличие от 150, если бы он все это дело проговаривал устно. В этом смысле, если хочется, можешь, конечно, его можно назвать короткой. Но я называю это обычно, когда я перевожу, и мой клиент, русскоговорящий, не понимает, что, простите, что вы имеете в виду, какие скелеты, какие документы, что вы имеете в виду? Я говорю, это подробное изложение правовой позиции страны по данному вопросу. То есть они, skeletons, только в том смысле, что там излагается самое основное. И если, конечно, как в Tennessee говорят, if I had my brothers, если бы, if the lawyer could have his way, если бы ему разрешили говорить там все там 15 часов, которые он хотел бы проговорить все это дело, он говорил 15 часов, и это было бы не 50, страница 350. В этом смысле скелетоны, они скелеты, они краткие, но они совершенно не краткие на самом деле, поверьте мне. Они бывают очень подробные, со ссылками на authorities, об этом мы еще с вами будем говорить. Правила доказывания, rules of evidence, вот как это переводится. В civil procedure, подчеркиваю, в судах, есть императивные нормы, mandatory rules, которые в Англии прописаны в так называемый white book или CPR, civil procedure rules. In arbitration there are none. Правила доказывания в арбитраже нет, они такие, какие будут согласованы сторонами. Ex-equuit, bono там и так далее. У предметов доказывания есть probative evidentiary value, доказательная сила. Это тот вес, который придается арбитрами тому или иному аргументу, документу, свидетелю. The weight that is given or attributed or attached to the document or the testimony. Taking of evidence. Вот это не снятие показаний. Обратите на это внимание. Про снятие показаний мы с вами через 10 минут будем говорить. Это witness proofing. Taking evidence — это просто все те меры, которые принимаются составом арбитража, the tribunal or the panel, для установления фактических обстоятельств по делу, для установления фактической фабулы дела. Кстати, фабулы, ну, кто, может быть, был у меня на сайте, это видел, я завесил целый пост в блог про фабулу. Как фабулу называется на разных вариантах английского языка, здесь все написано. Возвращаемся на минуту снова к вопросу об активизме арбитров. Активные или неактивные нейтральные позиции арбитров. Нейтральные в том смысле, что они не беспристрастны. Нейтральные в том смысле, что они не вмешиваются в процесс слушания. Они сидят, просто слушают. They are on the receiving end. They are taking notes all the time. Но они не очень вмешиваются. В отличие от французской системы, например, Jules d'Infaction, опять же, это государственный суд, не третейский. Есть две организации, заметьте, это общественные организации, негосударственные. Есть IBA, так называемая International Bar Association, Международная ассоциация адвокатов, которая разработала правила, процедурные, процессуальные правила. Это тысячи страниц, как ведутся третейские разбирательства. Она, это IBA, она заняла позицию очень нейтральную. Вот скорее, скорее adversarial. Когда судья сидит, молчит, а стороны бодаются, бьются головами перед ним. Судья слушает. Ну, или арбитр, соответственно. А год назад были разработаны, вот замечательно, есть юрист Андрей Панов такой, который работал долго в Нортен Розе, сейчас, по-моему, в Кенуниэль перешел к каунселам. Вот он участвовал в разработке так называемой Prague Rules. Это процессуальные нормы, разработанные, не помню, почему они называются пражскими нормами. Вероятно, в Праге рабочая группа заседала. Пражские нормы, вот они значительно более proactive. Они дают больше полномочия арбитрам. Правила сбора доказательств. Одно-два слова о роли мягкого. Право soft law. Вот эти правила доказывания, правила сбора доказательств, правила процедуры, IBA rules versus Prague rules, они все являются как бы общественными документами. Общественными в том смысле, что они абсолютно необязательны. У них нет никакой юридической силы. Это просто гармонизация, согласование норм, которые прописаны в различных юрисдикциях. И, кстати, что интересно, вот они довольно часто сопровождаются документами, которые называются в английском праве замечательно французским словом «les travaux». Проводят подготовительные материалы конференции. Вот читаешь иногда какой-то international treaty, международный договор, и не очень понимаешь, что разработчик хотел сказать этой статьей. А договор все, он уже вступил в силу, он уже ратифицирован в государство, и он действует все. Обращаешься к «les travaux», к подготовительным материалам. А, уважаемый посол такой-то, представлявший страну такую-то, и эксперт, знаменитый профессор права, там, например, Евгений Алексеевич Суханов тот же самый, ему и кается сейчас наверняка, столько про него говорил, просто он реально очень уважаемый человек. А вот они заявляли на конференции такую-то, такую-то позицию. Вот что имелось в виду вот под этой нормой. Есть три вида, да. Виктор, вопрос от Галины Ермаковой. На каком этапе согласуются сторонами перевод переведенных документов, и как это происходит? На самом раннем этапе, когда идет обмен документами, еще задолго до pre-hearings. Делается очень просто. Юристы обмениваются десятками тысяч мейлов. Это немыслимая вещь. Я пару раз это видел. Это войти не выйти. Я не знаю, кто там должен быть по части помощников секретарей, которые этим десятью тысячами мейлов управляют. Я тут вчера обменялся тремя мейлами с клиентами. Я их найти нифига не мог. В общем, там был важный проект договора. Как они это делают? How they keep track of that? I don't know. Don't ask me. I have no clue. Согласуются письменные переводы. Сторонами заявляются то же самое, как обмен с издательными бумагами. Я заявляю вам позицию о том, что я считаю этот перевод правильным. Они отвечают, да, согласны. Ну, прекрасно, на этом все нормально. Или они говорят, нет, не согласны. Наш переводчик считает, что это надо было перевести по-другому. И пошло. Ну, согласовывают. Есть три категории доказательственных источников доказательств. Это документы, физические объекты. Например, на стройку выезжают, смотрят, что там, где провалилось. И свидетели. Свидетели бывают свидетелями по вопросам факта. Witnesses are fact. И они подают, вот, now comes the important part для переводчиков. Они подают так называемые witness statements. Их довольно часто, я вижу, вот, мне поступают письменные, уже согласованы с сторонами, письменные документы в виде показаний свидетелей. Вот мне этого свидетеля переводить. Мне его дают на английском языке, witness statement, и на русском, заявление свидетеля. Ребят, заявления не бывает, свидетели не делают заявлений. Свидетели сидят, молчат в тряпочку и говорят, когда их спросят. Заявления они не делают. Заявления в сторону выступают. Свидетельские показания. Мне не нравится слово заявление. Можно, конечно, сказать, письменные заявления с изложением показаний свидетеля. Такой тоже вариант. Я один раз видел, зачем так долго. Свидетельские показания. В отличие от них, да, они могут быть в форме афидевита. Письменные показания под присягой. Просто заявляется присяга, должен быть обязательно свидетель. По-моему, даже два свидетеля должны быть по английскому праву. И тогда за нарушение этого документа, если будет выяснено, что ты долгал в этом документе, уголовная ответственность наступает, perjury, клятва преступничества, нарушение клятвы. И дальше могут быть expert witnesses, эксперты. Вот это специалисты по… это именно специалисты, это эксперты. Они дают показания не по вопросам факта, не в том смысле, что… И вот я вышел на улицу, видел, что юрист такой-то, вручает документ такой-то, там противность стороне, это нарушение, потому что они должны были вручить одновременно нам. Вот это факт. А эксперты, например, experts of law in specialist areas, они дают показания по вопросам бухучета, Ириша, привет, по вопросам права, профессор Сулейменов, замечательный профессор казахстанского права, которого недавно приходилось переводить, и так далее, по вопросам права. Вот интересный вопрос. Кто пишет эти свидетельские показания? Между нами девочками, это все знают, это секрет плешинели, пишут их юристы. Со слов, естественно, свидетеля. Свидетель приходит, это десятки, сотни часов, с ним сидит юрист или группа юристов, я один раз на таком переводил. Так, господин свидетель Иванов, там, вот, пожалуйста, когда вы первый раз узнали об этом споре, там, тогда-то, тогда-то. И вот они пишут. Это называется witness proofing, снятие показаний со свидетелем, а быть со свидетеля. Обычно юристом, причем чаще всего солистером клиента. Все показания пишут, естественно, не сами свидетели, а со слов свидетеля на английском языке пишут их юристы. Юристы той стороны, которая этого свидетеля привлекает. Дальше это все переводится на русский. И вот где роль письменных переводчиков. Свидетель читает, делает замечания, но потом в суде говорится, что он дал показания на русском языке. Юридически это так. Оригинал показаний будет на его родном языке, на русском. А дальше он якобы переводится на английский, хотя, на самом деле, еще раз, все знают, что пишется изначально на английском, причем юристом, потому что юрист знает, как это писать. Что важно, что не важно. И вот evidence derived from expert testimony, из вот этих вот заключений эксперта, так лучше, чем отчет или, тем более, заявление, является одним из источников доказательства. Бывают эксперты приглашенной стороной или назначенной стороной, тогда называются party appointed, а бывают tribunal appointed. Если трибунал, извините, арбитры, если они занимают позицию hands-off, позицию adversarial, состязательную, когда они не вмешиваются в процесс, они вообще ничего не назначают. Всех экспертов привлекают, назначают стороны. Но если они занимают позицию, например, по Prague rules, по пражским правилам, значительно такая более arbitrator pro-active, arbitrator activism to a much greater extent. Они могут сами назначить эксперта. Например, два эксперта не могут договориться по одному и тому же элементарному вопросу права. Они говорят так, все, спасибо, ребята, отошли в сторону. Назначаем эксперта такого-то. Евгений Алексеевич Суханович, вот как он скажет, так мы ему и поверим, если поверят. Каждое доказательство должно рассматриваться с точки зрения admissibility, допустимости. Ну, например, подслушанные незаконные разговоры are not admissible. Relevance, относимость, имеет ли он вообще отношение к делу. Materiality, существенность, насколько они существенно важны для дела. И weight of evidence, то есть тот вес, который им придается. Все эти вопросы должны решаться составом арбитража, либо по ходатайству стороны, at the request of a party, либо по собственной инициативе, on its own motion, либо есть два хороших латинских выражения, proprio motu, либо suo sponte, оценка доказательств с арбитрами по собственной инициативе, еще говорят иногда ex officio. Арбитры могут исключить те или иные доказательства, если есть какие-либо юридические для этого основания. Например, legal privilege, например, ссылаются на беседу между клиентом и его адвокатом. Запрещено адвокатская тайна. It's privileged. It's privileged documentation. Or political sensitivity. Sometimes, иногда бывает такое, я помню, было дело, я помню, я про него читал, было дело Пиночета, которого хотели выдать в Чили, когда он приехал лечиться в Англию, и лично премьер-министр Тэтчер вынесло решение не выдавать. Были слушаны в суде, по-моему, суд решил, что можно выдать. Легло на стол министра внутренних дел, Home Office, не принял решение, пошел к Тэтчер. Тэтчер сказала, он наш. He's a bastard, but he's our bastard. Не выдавать. Standard of proof. Или давайте прервемся, поскольку сейчас 45 минут как раз прошло. Так, у нас 31-й пошел слайд. Виктор, на вопрос Ирины Карцевой ответим быстренько, может быть. Joint statement of experts, то, что составляется совместно экспертами сторон, где они излагают свои разногласия, согласованные моменты, можно переводить как совместная пояснительная записка. Можно, хотя можно и совместный отчет. В данном случае отчет, по-моему, можно, потому что их фактически посадили вместе в одном помещении и сказали, не выйдете, будете преть, да, прения, как наши бояре, да, там, в 15-м веке. Будете преть, пока не найдете какой-то common ground. Ириш, мы про это будем говорить через 5 минут, а? Ребят, прервусь на 3 минуты, ладно? Comfort break. Всем предлагаю тоже. 3 минуты. 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 4 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 минуты. 5 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 минуты. 8 минуты. 8 минуты. 9 минуты. 9 минуты. 9 минуты. 9 минуты. Состав арбитража должен вынести решение on application of the other party по ходатайству противной страны, потому что другая страна, естественно, не хочет раскрывать, и for good cause. И вот это вот замечательное совершенно выражение, которое наводит меня на необходимость 30 секунд посвятить обсуждению вообще вопроса о том, как по-английски сказать обоснованно, необоснованно, оправданно, неоправданно. Это стандартный перевод, который предлагается, есть такое вымышленное название, переводческая контора Crandell Plus. Бузаджи про это, Сланчиков очень любит писать в мостах, я очень люблю это определение. Вот Crandell Plus всегда переводят одним словом, substantial. Все, другого нет. Обоснованно. Открываем словарь, написано, обосновать, substantial. Все, переводим, substantial. А когда им говорят, что они написали глупость, они говорят, извините, все вопросы к словарю. Нет, глупышка, все вопросы не к словарю, все вопросы к тебе, потому что ты не умеешь словарем пользоваться и поисковиками. Есть масса вариантов помимо substantiated. Есть justified, it's justifiable. Есть meritorious, обоснованный. This unmeritorious claim, необоснованные требования. Frivolous, необоснованные преследования. Frivolous litigation. Unsupported. Something which is unsupported by facts or evidence. Something which is untenable. Не обоснованно совершенно, даже нельзя объяснить, почему они об этом сказали. This is totally untenable, Mr. Chairman. Cogent. Иногда обоснованный, в смысле оправданный, основанный на фактах и на умозаключениях. Groundless. Неосновательный, безосновательный. Without valid reason. Sustainable. Вы будете удивлены, sustainable далеко не всегда устойчивый, как его любят переводить. Хотя я это слово тоже не люблю, когда в сельское хозяйство оно никакое неустойчивое, оно рациональное. Sustainable agriculture. Алена, старший переводчик FAO. Останови меня, прежде чем я какой-нибудь ерес очередной отколю. Потому что FAO, по-моему, говорят устойчивое, но мне больше нравится рациональное. Научно обоснованное нам. Научно-рациональное. Обоснование. Rationale. Какое обоснование? Почему вы про это говорите? What's the rationale behind what you've just said? И так далее. Как сказать, что суд или состав арбитража в этой части разницы между судами и государственными арбитражными нет? Рассматривает дело. Here's a case обычно. Выносит решение. Чаще determines лучше, чем makes a decision. Можно сказать, конечно, makes an issue. Лучше issues a decision, issues a judgment, если это суд, или issues an award, if it's a tribunal. Довольно часто, кстати, вижу ошибки в переводе фразы the tribunal или неважно кто, the court, the judge, is satisfied that. Это не удовлетворен. Это пришел к выводу о том, установил, определил или убежден. I'm satisfied that you are right. Все, я убежден, что вы правы. Согласен, можете больше не продолжать. Эксперты могут назначаться составом арбитража, о чем я говорил пять минут назад, когда арбитраж занимает более active position, да, более такой proactive. Инициативную, проактивную или активно-инициативную. Больше нравится инициативную позицию. On its own motion, по собственной инициативе, proprio moto, suvus ponti, они назначаются составом арбитров. А могут, естественно, сторонами. Тогда они называются party-appointed experts. Если удалось, вот посадив двух экспертов, которые никак не могут друг другу договориться, посадить в одну комнату и сказать, что пока будете преть, пока не договоритесь, не выпустим. Если они договариваются о чем-то, это называется common ground. It's common ground that. Не оспаривается. В этой части по данному вопросу стороны друг другу согласны. Ну и то, о чем я уже говорил, что никто не должен быть, не обязан быть юристом, но это полезно. Давайте теперь посмотрим, как работают со свидетелем. Вот сейчас now comes the interesting part. Почему? Потому что вот сейчас пойдет собственный разговор о нашей с вами работе. Ну, нашей, я имею в виду, себя, устного переводчика. Да, вот как устные переводчики, синхронная последовательность, записью без записи, как они участвуют в процессе. Мы начинаем подключаться к процессу, когда либо идет witness proofing, о котором я говорил. Но это довольно часто может привести к тому, что если ты работал со свидетелями на этапе опроса свидетелей, противная сторона, не дай бог, если об этом узнает, а скрывать это нельзя, because we are officers of the court. На минуточку. Мы такие же, как солисты, мы должностные лица суда. Ну, в арбитраже, естественно, такого нет. В судах мы должностные лица. Если мы соврем, мы соврали точно так же, как соврал любое должностное лицо суда. Это очень серьезная ответственность. Поэтому, если меня спрашивают, Mr. Прокофьев, how have you worked with this witness before? Do you know him? My lord, yes. Я должен признать, что я его знал. Мне дальше спросят, в каких обстоятельствах. Если я скажу, что мы с ним знакомы socially, выпивали пиво, например, it's okay. Но если вы обсуждали с ним его показания, все. Отвод переводчику Прокофьев, bye-bye, California. Идет, еще есть такой интересный этап работы, когда свидетели готовят к даче показаний. Это называется witness familiarization, training, но, заметьте, не coaching. Вот есть очень интересный термин witness coaching in the courts of England and Wales. Coaching is prohibited. In America it is not. Это называется, так называемое, натаскивание свидетеля. Свидетелю говорят. Вот это говори, а это не говори. Вот не говори, что ты видел этого человека, как он там печатал такой-то mail. Это запрещено в Англии. Почему? Потому что солиситоры, еще раз, are solicitors, are officers of the court. Они должностные лица суда. Они помогают суду. Они работают не на своего клиента, который им платят. С позиции английского правосудия солиситоры работают на суд. Они помогают. They assist the court. They assist the judge in ascertaining the truth. Они восстанавливают судебную истину. Заметьте, не объективную, да, как все на самом деле было, а судебную, которую удалось доказать на основе допустимых и относимых доказательств. Если не удалось доказать, значит, хотя это в физическом мире было именно так, объективная истина, такова судебная истина, будет другой. Вот этим witness familiarization занимается известная контора Bond Salon. Иногда, я думаю, и письменоперевозчикам с этим приходится сталкиваться и устно, потому что переводить там очень интересно. Приходят юристы, адвокаты, которые объясняют свидетели. Вот сиди так, смотри туда-то. И вот мы с Мариной скоро вам покажем фотографии залов заседаний, чтобы вы представили себе, как это все вообще выглядит, и где переводчик сидит, где председатель, где арбитр и так далее. Это очень интересно, потому что человек совершенно впервые в жизни, когда оказывается в суде, он даже не знает, в какую сторону смотреть, как говорить, кланяться, не кланяться, здрасте, говорить. Говорить спасибо, не говорить. Вообще молчать, вот как известно, с королевой нельзя. Начать заговорить и нельзя, не дай бог ей протянуть руку, да. Если она сама к тебе не обратилась и сама не протянула тебе руку, ты не имеешь права в инициативном порядке ничего делать. То же самое, вот человек приходит в суд, он не знает, можно говорить, нельзя говорить, как говорить, вставать, садиться. Вот этот witness familiarization идет, но это не witness coaching. В Америке witness coaching разрешен, и Роман Аркадьевич Абрамович, как известно, летал в американское отделение своей юридической фирмы в Америку, и там проводилось coaching, его натаскивали. Я думаю, что с Березовским было то же самое, просто об этом в юридических кругах не очень как-то говорили, ну, может, я просто не слышал. Дальше свидетель приходит давать показания. Вот тут начинается самое интересное. Как свидетель дает показания? A party calls a witness. Допустим, a claimant calls the witness. Свидетель, извините, истец представляет такого-то свидетеля. Господин Иванов является claimant witness. Всегда начинается допрос со свидетелей истца. Истцы имеют право привлекать переводчиков, они решают. Противная сторона в пассиве просто дает согласие или несогласие. И то же самое истцы начинают с дачи показаний своими свидетелями. The witness is called by the claimant. Начинается все, в английском праве это называется examination in chief, а в Америке это называется direct, direct examination. Этот допрос адвокатом своей же стороны. Тот адвокат, который выставляет данного свидетеля, он говорит, Mr. Ivanov, please, sir, please give the tribunal your name. Он говорит там, Петр Иванов, я перевожу, Петр Иванов. Перед вами лежит документ. Я правильно понимаю, что это ваши свидетельские показания? Да. На последней странице ваша подпись? Да. Вы подтверждаете подлинность показаний? Да. Вот это называется examination in chief или direct. После этого начинается cross-examination, перекрестный допрос адвокатом противной стороны. И вот тут начинается рубка. То есть это не та сторона, которая этого свидетеля представляет. Она начинает всячески его подрывать. Undermine his credibility. Это правда, что вы алкоголик. Правда, что вы это показания сами не писали. Но мы же признаетесь, что их писали юристы на английском языке. И так далее, и так далее. Дальше, после того, как закончился перекрестный, начинается re-examination или redirect. Это когда адвокат его стороны снова получает возможность задать ему вопросы. Но он получает возможность задать вопросы только в связи с теми вопросами, которые задавал во время кросса противный адвокат. Он не может новых вопросов задавать. И те показания, которые содержатся в witness statement, в свидетельских показаниях, считаются read into the record, оглашены в суде. Их нет необходимости прочитывать. Вот в российском суде, по крайней мере, до недавнего времени, я знаю, надо было зачитывать все. Дела длятся там месяцами просто из-за того, что там тысячи страниц зачитывают. Зачем? Все представляется... Прошу прощения, так, забыл выключить свой телефон. Прошу прощения. Все представлено в письменном виде, это все read into the record. Оглашается посредством просто представления в письменном виде документа, и все. Я уже говорил вам, что в суде есть oath, приводит к присяге в арбитраже, нет необходимости. Могут арбитры, если захотят, сказать, пожалуйста, подтвердите, что вы будете говорить правду. Чаще даже этого не говорят, просто говорят, we expect you to tell us the truth. Can you confirm that? Yes, sir. I do. Вот это называется statement of truth. Statement of truth также является последним абзацем во всех свидетельских показаниях. Свидетель обязан подписать свои свидетельские показания, предварительно оговорив, что он считает, что все, что здесь написано, соответствует действительности. Что такое I put it to you? Вот очень интересное выражение, которое я долго не знал, как перевести. Потом, наконец, я, как мне представляется, придумал неплохой вариант перевода. Сейчас поделюсь с вами. Мне будет очень интересно, что вы думаете, вот как коллеги-профессионалы. I put it to you – это когда адвокат задает вопрос в ходе кросса, в ходе перекрестного допроса. То есть это adverse party, это адвокат противной стороны, тот, который хочет тебя реально укокошить, да? Доказать, что ты врешь и что это все неправильно. Он обязан, он не имеет права суду сказать, что было так-то, так-то, если он сначала тебе это не сказал и не дал тебе возможности это прокомментировать. Очень часто в суде приходится переводить следующее. Мистер Иванов, признайте, you have to recognize, and I'm putting it to you, that you are lying, you are making this up as you go along. Вот мне интересно, как бы коллеги это дело перевели без подготовки. Без подготовки я бы сам точно это не перевел. Я придумал, как это перевести лет, наверное, 10 назад только. Оставляю на вашу совесть. Что? Оставляю на вашей совести? Нет? Не совсем. Он должен заявить ему свою позицию, дать ему возможность свою позицию прокомментировать. А его позиция очень простая – вы лжете. Поэтому я говорю, господин Иванов, я вам так скажу, вы лжете. Вы все это сейчас сочиняете по ходу дела. You are lying even as you are going along. Вы все лжете по ходу дела. Вы все это сейчас сочинили по ходу дела. Прокомментируйте, пожалуйста. Даю вам возможность прокомментировать то, что я сейчас сказал. Вот как я перевожу. Во время перерыва потом буду рад выслушать ваши соображения. Буду ужасно рад, если кто-то предложит более удачный вариант. I put it to you. Значит, наводящие вопросы, leading questions. Ребята, дайте закончить одну фразу. Leading questions. Они запрещены в ходе direct и redirect. Свой адвокат не имеет права задавать наводящие вопросы. Он не может сказать свидетелю. Я правильно понимаю, господин Иванов, что вы этот документ подписывали 5 сентября? Он обязан сказать, господин Иванов, в какого числа вы поселили этот документ? А вот противная сторона, противные адвокаты, adverse party, он имеет право. Я правильно понимаю, что вы этот документ подписывали 5 сентября? Это чушь собачья. Тут же написано 6. Они довольно часто бывают наглые. Я абсолютно не преувеличиваю. Вы поверьте мне, это большой, кстати, стресс для переводчиков. Нам приходится иногда это дело переводить на очень высоком уровне психологического, эмоционального напряжения. Вот буквально так. Если он говорит, Mr. Иванов, I put it to you that you are lying. You are a liar. This is a brazen untruth. You are being truculent with the court. You are making this up as you go along. Я не преувеличиваю. Они орут. Орут. Судья иногда может сказать, Sir Michael, I believe that you are being a little bit on the aggressive side. Would you like to turn it down? Thank you. Это судья. Ну, выпускник Итана и Оксфорда. Вот обычные люди с таким акцентом. В Оксфорде же есть знаменитый Модлен колледж, который пишется Магдален. Это колледж имени Святой Марии Магдалины. Произносится Модлен. Почему-то. Особенность английского, британского языка. Или, например, Mr. Ivanov, this is a simple yes or no question. Please answer yes or no. Don't go off on a tangent. Не надо нам читать лекции про российское право. Я задаю вам конкретный вопрос. Это вещное право или имущественное? Скажите нам. Довольно часто свидетели, которые были хорошо подготовлены в ходе вот этой самой witness familiarization, они говорят, Well, sir, this is not an yes or no question. As you may have been taught at law school, there are certain questions to which you cannot give yes or no answer. Let me ask you, counsel, have you stopped beating your wife? Give me a yes or no answer. Замечательно совершенно. Ну, это старая шутка из времен еще чуть ли не Шашевеневича, да. Я не могу ответить на ваш вопрос в режиме да или нет. Скажите, а вы перестали бить свою жену уже, да? Попробуй дать yes or no answer. Адвокат. Адвокат, не адвокат. Адвокат – это не адвокат. Адвокат – это counsel. Это тот человек, который ведет допрос. Или в Америке attorney. Attorney at law. Это юрист, который выступает в суде, включая третейский. Это процессуалист. Это специалист по public speaking, по advocacy. Это целая дисциплина на юрфаке. Сейчас я закончу и дам возможность задать вопрос. И очень интересная вещь, про которую тоже часто спрашивают переводчики, как это переводить. Как обращаются адвокаты друг к другу? По английскому праву они обязаны проявлять уважение. Commitous. Commity. Уважение. Они должны быть очень уважительны друг к другу. Поскольку они все баристеры, они прекрасно знают друг друга. Иногда часто сидят в одних и тех же chambers, иногда за одним и тем же столом. И вот это интересная особенность английского права. Адвокаты могут работать из одной и той же chambers, из одной и той же самой палаты адвокатской. Они могут работать на две противные стороны. Солистеры никогда в жизни. Одна юридическая фирма не может работать на обе стороны одновременно. Обращение my learned friend. С таким вот британским акцентом. Как это переводить? Я рекомендую переводить так, как это говорилось в российских дореволюционных судах. И сейчас я знаю, некоторые российские адвокаты это переняли. Это замечательное совершенно обращение. Мой процессуальный оппонент. Мне это очень нравится. Не нравится, пожалуйста, скажите, адвокат противной стороны. Уважаемый адвокат противной стороны. Или мистер Джонсон, QC, has just said that and I disagree. Прошу прощения, я задержал вас. Давайте вопросом был. Я вернусь к I put it to you. У коллег несколько очень интересных эквивалентов и предложений. Слушайте, давайте вот это мы оставим на потом, когда Q&A будут. Ладно, потому что сейчас я сильно отстаю, я просто уже вижу. Я бы хотел закончить, а дальше посмотрим. Значит, мы с вами говорили про то, что witness statements, свидетельские показания, are considered read into the record, то есть они оглашены. Только в суде есть очень интересная формула, которую переводчикам иногда придется переводить. Почему? Потому что она бывает, it's part of the record. Если вам поступает протокол заседания, verbatim report, да, на перевод, то это надо как-то перевести. Перед началом заседания встают оба адвоката, они всегда встают. Каунсел стоят, все остальные сидят. Переводчик сидит, свидетель сидит. Два адвоката всегда стоят. И иногда слышишь, вот это было в замечательном деле Архангельского против банка Санкт-Петербург 4-5 лет назад. May it please your lordship. Меня всегда подмывает это перевести дьяконским возгласом из русско-православной литургии. Прямо перед началом литургии благословил ладыка. Это просто просьба разрешить начать говорить. На что судья говорит, yes, Mr. Johnson. И Mr. Johnson начинает говорить. Обращение в суде только my lord, my lady, если это высокий суд. Если это магистратский суд, your honor. Если вы хотите поблагодарить судью, адвокат, например, судья говорит, там, прошу вас покороче. Адвокат обязан сказать, my lord, I'm grateful. Вот не thank you, my lord, а именно, my lord, I'm grateful. И не thank you, I'm grateful. Если он извиняется, то он говорит всегда, my lord, forgive me. Не excuse me, не sorry, my lord, forgive me. Можно по-русски говорить, я иногда говорю, my lord. Лорд, иногда говорю просто, ваша честь, хотя строго говорят, не совсем так, потому что это не your honor, это именно my lord. Это более высокий суд, так называемый high court в Лондоне. Можно ваша честь, можно просто уважаемый судья. Осторожнее с употреблением по-английски термина sir. Дело в том, что если судья, например, лорд или адвокат лорд, есть адвокаты лорды, обратиться к ним на сэр, это значит его унизить, он не рыцарь, на минуточку, не сэр. He is not a knight. He was not knighted by the queen, he is a lord. Он вельможа, сеньор, пер, он землевладелец с 1066 года. Абсолютно феодальная система английская. На сэр можно обратиться к адвокату, если он просто человек с улицы, не сэр и не лорд. Но если ты знаешь, что он, например, sir Michael Brindle, есть такой знаменитый QC, sir Michael Brindle, только sir Michael. Или counsel. Если только он не лорд, тогда my lord или your lordship. Обращение к суде в третьем лице, в суде, спросил я там, слышишь, адвокат, cross-examining counsel, адвокат, допрашивающий свидетеля в порядке перекрестного допроса, говорит, Mr. Ivanov, you have just told his lordship that you have not seen that email. Я перевожу, вы только что сказали уважаемому судье, или вы только что сказали милорду, но зачем? Вы только что сказали судье, вы только что сказали уважаемому судье. Про forgive me я уже сказал. Если вы хотите употребить слово sorry, его нужно усилить обязательно, потому что сказать I'm sorry, это очень слабо. Надо сказать I'm so sorry. My lord, I'm so sorry. Там, допустим, судья говорит, sir Michael, I'm afraid you might be on the wrong page now. I'm so sorry, my lord, I'm so sorry. Forgive me, my lord. Вот это сплошь. Опять же, я не преувеличиваю. Это вот именно такое произношение, это именно такой прононс, это именно такие эмоции, такой cut glass queen's English. Я просто вот как бы делюсь в интересах коллег, устных перевозчиков, чтобы они знали, к чему готовятся, если вы когда-либо будете переводить, в частности сейчас по удаленке переводить английские слушания. Вот вы будете слышать постоянно вот это. В арбитраже, естественно, все намного проще. Обращение, Mr. Chairman, members of the tribunal, к адвокату, просто counsel. Can counsel please be directed to repeat the question? Можно попросить адвоката повторить вопрос? Заметьте слово, counsel не имеет ни артикля, ни множественного числа. There were three counsel in the room. All counsel agreed that. Не all the counsel, а all counsel. Что такое my instructing solicitor? Это когда кьюсишник, барристор, который, собственно, does all the speaking in court. Солиситоры в суде не говорят, и в арбитраже они сидят на второй и третьей скамейках. На первой скамейке сидят адвокаты, барристоры, многие из которых QC, Queen's Council, королевские адвокаты. My instructing solicitor – это тот solicitor, который меня назначил вести это дело, потому что в Англии, вы знаете, удвойственность юридической профессии, которой нет в Америке. Там они все alternate law, и любой может выступать в суде. В Англии ты либо солиситор, либо барристор, либо если ты хочешь солиситор выступать в суде, you need to have the higher rights of audience. Это называется быть допущенным в суд. Еще интересный вопрос. Is it your case that? Я обычно это перевожу. Я правильно понимаю, что вы хотите сказать там то-то, то-то. Судья или арбитр может сказать, counsel, I'm afraid this line of questioning is no longer assist the tribunal. The witness has clearly stated his case or his position. Case – это правовая позиция стороны по данному вопросу. На что адвокат может сказать, да, хорошо, ваш, извините, господин председатель в арбитраже. I'm grateful. I shall address that in submissions. Я не буду больше этот вопрос задавать свидетелю, потому что явно, что свидетелю больше нечего сказать. Я об этом скажу в своих заключительных речах, в своем заключительном выступлении. Ха, очень интересная формулировка. Вот это, допустим, опять же, тот же самый провербиальный судья, выпускник Итана и модленн колледжа Оксфорд. Сэр Майкл, I'm conscious of the time, and I was wondering whether you are minded to continue or shall we have a brief adjournment? Вот, на что каунсел отвечает, I'm in your hands, Mr. Chairman, если это арбитраж, и My Lord, I'm in your hands. Это то, что по-русски называется «вам решать». Вот это любимая формулировка английских адвокатов. I'm in your hands. Это значит просто «I defer to your judgment». Слушаю вас, как скажете, так и сделаем. Адвокат довольно часто отворачивается от судьи и говорит «My Lord, forgive me, I need to take instructions». Он поворачивается к солистам, которые сидят всегда за ним. Вторая, третья скайми, о которых я только что говорил. И задает какой-то вопрос. Довольно часто им вот эти post-its, такие липучки передают солисты, потому что солисты, естественно, дело знают лучше, чем баррестер. Баррестер просто обладает вот этой advocacy and public speaking skills, навыки, знания, умения, позволяющие хорошо выступать в суде или в ходе слушания. А ему постоянно вот эти вот липучки желтенькие передают. Довольно часто в протоколе или в сообщениях law reports читаешь Mr. Justice такой-то, Mr. Justice Tier, например, есть знаменитый судья такой. И это обозначается также сокращенно, как Tier J. Когда вы видите Tier J, это значит судья Тир. Так вот никакой не господин Justice Tier, он не Джессит, не имя его, это судья. Mr. Justice Tier переводится судья Тир. Что такое J.J., L.J., L.J.J.? Значит, J.J. это судьи, когда их место, например, там Tier and Johnson J.J. Судьи Тир и Джонсон. L.J. Lord Justice это в апелляционном суде, и L.J.J. это лорды апелляционного суда. Lord Justice of Appeal, или Lord's Justice of Appeal, не Justices. Transcript Transcribers. Протокол слушания составляется транскрайберами, протоколистами. В Америке это называется Court Reporters. Используется такое программное обеспечение, которое называется Live Note, которое позволяет, и это it's a boon, it's a blessing for interpreters. Мы обожаем это иметь в кабине. Это просто бегущая строка, перед тобой стоит на компьютере. Magnum – это вещь, которая позволяет выводить документы в электронном виде на экран. Роль переводчиков, я уже рассказал, в суде we are officers of the court, just like solicitors. То есть, соответственно, на нас лежат тяжелейшие обязанности, такие же, как лежат на странах, на юристах. Нас могут лишить права, например, переводить. Вообще судья совершенно спокойно, если обозлиться. Ну, это обычно не из-за ошибок в переводе, а если там переводчик соврал, его спрашивают, допустим, знаете ли вы эту сторону, и сколько лет вы уже знаете этих юристов, переводчик соврал, судья может вынести определение о запрете на профессию, на полном серьезе. Судья, уголовный судья может посадить любого человека сразу за нарушение, например, content of court. Кто-то начинает по мобильнику говорить или фотографировать судью. Он, судья может, такого не бывало, но может теоретически, может быть, в средних иках бывало. Он может вызвать полицию, приговорить его сразу, и его тащат into the dungeon. В судах, в некоторых, в частности, в Уолдейле, есть камеры, прямо как на Лубянке. Минус первый, минус второй, минус третий этажи. Authorities. Вот в этих submissions, о которых мы с вами говорили, в частности, в skeletons, довольно часто идет ссылка на authorities. Это ссылки на источники права, включая прецеденты, которые называются case law. Есть основные прецеденты, leading cases, и часто на научные труды или authoritative writings. Так, я чувствую, что я довольно сильно опаздываю, и есть, конечно, опасность того, что придется 11 числа продолжать. Ну, давайте теперь с вами посмотрим, после того, как решение вынесено, каков статус решения арбитража, вот этих самых awards. Awards are dispositive of the case. Вот этот вот глагол to dispose, который часто обозначает избавиться от чего-то, to dispose of the case, это значит избавиться от дела, в смысле закрыть дело, принять прямого, качать на решение. They are dispositive nature, they are dispositive dimension. Вот поэтому еще раз, диспозитивные нормы права нельзя переводить dispositive, потому что слово dispositive имеет значение решающий исход дела. Они окончательно решают исход дела. Они должны быть законными, они должны соответствовать закону СИТА, закону государства, места проведения разбирательства, и они окончательно, их нельзя оспорить. Никакого вышестоящего апелляционного или касационного третейского суда не бывает. Обжалования нет, в отличие от государственных судов, где у нас с вами все известные апелляции, касации и так далее. Как только решение вынесено, оно приобретает статус так называемого res judicata, и это еще один из тысячи латинских терминов, которые используются в английском праве. Они означают состоявшееся решение. Решение, которое вступило в силу and developed full legal force and effect, по-русски часто говорят приюдиция, имеет приюдициальное значение. Это значит все по этому делу, больше ничего сказать нельзя, и можно ссылаться на это дело как окончательно закрытое. Приюдиция не переводится на английский язык как prejudicial, потому что prejudicial, понятно, имеет совершенно другое значение, вызывающий отрицательные неблагоприятные последствия. Соответственно, как только решение вынесено, оно создает ситуацию так называемого estoppel, про которую мы с вами уже, по-моему, неоднократно говорили. Невозможно тем же самым сторонам, по тому же правооснованию, cause of action, снова вчинить иск о этой же стороне по этому же делу. You are stopped from doing it. Ты не имеешь права, действует процессуальный запрет это делать. Estoppel — это по-латыни venere contra factum proprium, это когда ты противоречишь сам себе или противоречишь какому-то решению, которое уже вынесено, и его оспаривать нельзя, потому что оно уже вступило в силу. Не буду сейчас дальше на этом останавливаться, в случае чего желающие смогут прочитать более подробно. Значит, государственные суды, если решение в них вынесено, то, как мы с вами вчера обсуждали, даже если судья заболел, умер, ушел в отставку и так далее, суд остается тем же самым судом, допустим, Басманный, он может пересмотреть это дело. Tribunals, третейские составы арбитража, они личные. Вот если мы решили, что Евгений Алексеевич Суханов будет рассматривать дело, он рассмотрел дело, закончил, вынес решение и ушел, к нему больше нельзя обратиться, его больше нет, у него процессуального статуса нет. Он закрыл дело и ушел. То есть нет такого суда, вот, например, LSA, я говорил, это не суд, да, нет абелляционного суда, к которому можно было бы обратиться. И только решение, только awards dispose of the case, только они окончательно разрешают спор on the merits по существу. Например, процессуальные приказы, injunctions, orders и так далее, they cannot be enforced under the New York Convention. Их можно оспаривать только перед судами. И их нельзя привести в исполнение на территории другого государства. Только awards are enforceable in other countries or in any jurisdiction. Прецедентное право, судебный прецедент, вот в этой связи, как только суд вынес какое-то решение, действует латинский принцип stare decisis, то есть те решения, которые приняты, создают основу для принятия аналогичных решений по аналогичной фабуле дела в будущем. Это называется precedent, это называется по-английски judge-made law или case law. What is the Russian case law on prescription? Каковы прецеденты в российском праве по вопросам течения исковой давности? Awards do not give rise to precedent. Решения третейских судов, поскольку они конфиденциальны, соответственно, они не являются прецедентами в строгом юридическом смысле этого слова. На них ссылаться нельзя, за исключением иксидовских, о которых мы с вами будем говорить, надеюсь, через 10 минут, когда мы дойдем до инвестиционного арбитража. Resudicata, вот та самая приюдиция. Приюдиция действует, как только завершен спор и вынесено решение, те же самые стороны под тому же самому вопросу со спрашиванием тех же самых средств правовой защиты больше обратиться в суд или в третейское разбирательство не могут. Действует правило privity или mutuality, то есть те же самые стороны. Same subject matter and same relief. Relief sought, или как по-французски это называется, conclusion. Maître Pense doit déposer ses conclusions jeudi. В четверг матор Pense должен представить изложение своей позиции и спрашивание средств правовой защиты. По-латыни это называлось petita, и это слово я упоминаю, потому что мы с вами скоро будем говорить про экстра-петита и инфра-петита, и мы про это с вами поговорим. В прецеденты идет только постановляющая часть арбитражного решения. По-французски le dispositif, the operative or the dispositive part of the judgment, если в речении о государственном суде. Дальше вы сами это прочитаете, что res judicata – это истопель. О, мотивировочная часть. Я сейчас просто пройдусь по некоторым терминам в интересах коллег не юристов, а коллег именно лингвистов, таких же, как я. Мотивировочная часть – это reasoning, по-французски le motif. В судах проводится разграничение между ratio dissidenti и obiter dictum. Ration dissidenti – это постановляющая часть, которая является дальше основой прецедента. Obiter dictum – это прочие соображения суда, объяснение мотивов, мотивировочная часть, которая в прецеденты потом не идет, на нее ссылаться нельзя, как на прецедент. Так, дальше это не очень важно, что в странах романо-германской системы, как действует res judicata. Award – решение Третьейского суда. Saint-Annes по-французски, laudo en espagnol. Они окончательны, как я уже говорил, никакого обжалования апелляции нет. Вышестоящую Третьейскую инстанцию. Только в ICC, в МТП, Международной торговой палате, действует система, но это очень ограниченная, чисто клерикальная такая, scrutinizing, да, award, как они называют, это просто клерки, читают решения на предмет грамматических ошибок и, прежде всего, математических. Складывали 20 и 10, получили 40. Ну, естественно, клерк это исправит, это называется scrutinize. Если арбитры вышли за пределы своего мандата, согласованного изначально сторонами в арбитражной оговорке или в арбитражном соглашении, это называется по латыни ультрапетита или экстрапетита. Арбитражное решение, выходящее за рамки испрошенных участниками средств правовой защиты, и это основание для отмены решения в этой части. Если их не спрашивали, они не имеют права это даже обсуждать. Решения могут быть interim или partial, то есть, опять же, временные или частичные. Например, судьи говорят, колоссальный в объеме дела, мы сейчас не успеваем. Давайте сейчас вынесем partial award on liability and we will leave quantum, quantum of damages, until further notice. Через полгода примем решение, кто кому сколько по деньгам должен. Сейчас просто решим, что там. Иванов должен Петрову. Иванов выиграл, Петров проиграл. Вот по латыни то, о чем я вам говорил. Andebiator – это liability, это whether anyone is liable at all, and who is liable to whom. И quantum debiator – это сколько он ему должен. Вот поэтому это слово quantum – это просто численное выражение ответственности. Сколько он должен. Лиабилити будет. Иванов должен Петрову погасить понесенные расходы, а quantum – он должен погасить ему 100 миллионов долларов. Бывают consent awards – решения по согласованию или подоговоренности сторон. Почему это важно? Стороны иногда о чем-то договорились, но они хотят, чтобы это было, как французы называют, чтобы это было enforced юрисдикционным органам. И тогда они могут попросить арбитров и просто как бы зафиксируйте нашу договоренность, потому что потом с этой договоренностью можно идти в суд. Дальше it can be enforced. Default award – за неявкой. Интересный для переводчиков термин – мотивированные. В некоторых юрисдикциях действует требование о том, что решение должно быть мотивированным. Так вот, мотивированные – это не значит то же самое, что обоснованные. Решение, естественно, должно быть обоснованное. Просто они могут быть мотивированные, а могут быть немотивированные. Они могут вынести решение о том, что Иванов должен достроить Петрову крышу или Иванов должен заплатить Петрову 100 миллионов в предыдущем примере. И все. А могут привести мотивы. В некоторых странах мотивы надо приводить, в некоторых нет. Это называется по-английски reasoned, по-русски мотивированное. Какие могут быть спрашиваемые средства правовой защиты? Это может быть declaratory relief, просто признание права. Мы признаем, что прав Иванов. Может быть monetary compensation. Иванов должен компенсировать Петрову 100 миллионов. Filling of gaps. Когда в договоре что-то неясно прописано. Или adaptation of contract. If impossible to perform by reason of hardship. Допустим, есть норма в договоре о том, что rex rebus sextantibus. Оговорка о неизменности условий. То все будет так, как мы договорились, если не произойдет форс-мажора, например. А если произошел форс-мажор, и стороны не могут больше выполнить договор, но очень хочется. Обе заинтересованы. Они идут к арбитрам, никак не могут договориться. И арбитры говорят, вот будет так-то. Вот называется adaptation of contract. Они адаптируют договор под изменившиеся обстоятельства. В частности, если произошел fundamental change of circumstances. Существенное изменение условий. Есть такой remedy, о котором мы с вами 10 раз уже говорили. Specific performance. Это исполнение обязательства в натуре. Restitution. Restitutsio ad integrum. Это просто возвращение всего полученного по сделке. Признание нового права. В частности, есть user caption. Такая интересная вещь, о которой даже не все юристы знают. То, что называется давность приобретения. Приобретательская давность. Признать за кем-то право, потому что он давно эту вещь приобрел. Может быть, незаконно, но прошло 20 лет. По-английскому праву он приобретает все права от титул собственности. Про dissipation of assets мы с вами говорили. Какие могут приниматься меры для того, чтобы предотвратить слив активов или незаконное распоряжение имуществом. Как мы с вами уже говорили, арбитры не могут вызывать свидетелей. Для этого надо идти в суд. Они не могут принимать обязательное к исполнению. Добровольного выполнят, слава богу, но не могут принимать принудительные решения в части закрепления, захоронения улик. Или ареста имущества, о котором мы тоже говорили. Attached assets или cesiare по-французски. За этим тоже надо идти в суд. Вот эта вот интересная концепция competence, competence, о которой мы с вами говорили на первой минуте. Почему-то употребляется немецкий термин. Я подозреваю, потому что, может быть, кто-то из известнейших германских юристов, это могут быть немцы из Австро-Венгрии, там, 19-18 век, писали какие-то труды. И там они, естественно, немецкий прописали competence, competence. Это право арбитров самостоятельно выносить решение о том, что они компетентны рассматривать данный спор. Теперь, как можно все-таки оспорить решение? Вот когда я сказал, что решения не оспариваются, потому что нет никакой апелляции кассации, это было правильно, в том смысле, что они окончательные. Но оспорить их можно. Оспорить их можно до того, как они вступили в силу. Есть так называемые pre-finality challenges, внутренние в частности. Например, уточнить что-то непонятное. Может, тот же самый состав арбитража может через день вернуться и сказать, окей, мы поняли, что стороны считают, что мы здесь неясно высказались. Выскажемся яснее. Или если инфарпетита. Ой, извините, да, вот мы не приняли решение по 316-му пункту из 400, который вы нам заявляли. Для этого иногда создается отдельный panel of arbitrators, в зависимости от третейского суда. Это может быть ICC, LCA, у них могут быть немножко разные правила в этой части. А бывают external challenges, jurisdictional challenges, например. Иногда эти вопросы решаются вот тем же самым составом арбитража по принципу competence-competence, когда он сам подтверждает, нет, мы знаем, что стороны считают, что мы были некомпетентны в этой части, не имели юрисдикции, не имели права рассматривать это дело. Дело нам не под судом, но мы подтверждаем свой подсуд. А вот второй вариант оспаривания решения суда, решения третейского суда, вступившего в силу, это set-aside или annulment. По-английски это называется set-aside, action to set-aside. Иногда чаще американцы говорят plea annulity, to plea, это to plead, просить, признать незаконным. Латинский хороший термин vocatur и отменить решение to set-aside or to vacate. Журналисты очень любят, я вот пришлю вам ссылки на всякие юридические источники, где рассказывается всякие law reports, рассказывается о работе юристов, о выносимых судами решений, вы там сплошь и рядом увидите. Американские журналисты обожают, короткое слово, три буквы всего, to nix, отменить решение. Someone nixed the award. Юристы так не скажут, журналисты совершенно спокойно скажут, только, естественно, можно оспорить через государственный суд по месту расположения разбирательства. Какие основания отмены? Их два. Incapacity, при отсутствии дееспособности. Какая-то страна заключила арбитральное соглашение, потом выяснилось, что ей на один день меньше 18 лет, условно говоря, сочиняю. Или юридическое лицо вступило в договор, не проведя это решение через согласие своему уставу, через совет директоров или собрание акционеров. They lack capacity. Или незаконность. Это может быть то, что стране не предоставили возможности полностью изложить свою позицию. Inability to present its case. Или due process. Или fair trial. Это то, что называется the article 6 defense. Это возражение по шестой статье Европейской конвенции по правам человека. Человек должен иметь право, юрлицо тоже, должен иметь право полностью изложить свою позицию. Это тоже называется due process, должная процессуальная норма, должное введение разбирательства. Excessive arbitral power. То, о чем мы с вами говорили, ультрапетита. Арбитры вышли за пределы своих полномочий. Unlawful composition procedure. Незаконно был составлен состав арбитража, их неправильно выбрали с какими-то процессуальными нарушениями. Lack of notice. Кто-то пришел в суд, а потом выясняется, что другой стороне об этом не сказали. Основание для отмены. Corruption, понятно, да, кого-то подкупили из арбитров. Arbitrability public policy of the seat. То, что мы с вами обсуждали в понедельник. Арбитрабельность. Неарбитрабельный спор или вынесено решение с нарушением public policy публичного порядка страны СИТа. Вот еще раз в сотый-сотый раз, почему СИТ так важен. Appeals on points of law are exceptional. Очень редко, практически никогда не допускается оспаривать по юридическим основаниям. Только по фактическим. Вот вы не учли, что в этом мейле в копии 15 страницы была отрезана, а вот на 15 странице самое важное было написано. По фактическим основаниям можно отменить. По юридическим вы неправильно сталковали норму права, отменить практически невозможно. Waiver agreement неинтересно. Если захотите, прочитайте сами. И теперь последнее. Как эти решения, после того, как они были оспорены и не получилось их отменить, допустим, или после того, когда их никто не оспаривал, просто противная сторона не хочет исполнять решение, что нужно делать? Есть ли противная сторона? И я уверяю вас, это примерно 85, наверное, процентов всех дел. Проигравшая сторона, либо истец, который не получил сатисфакции, либо, вот как в деле Бирзовского романовича, либо ответчик, который был признан виновным, и он должен истцу компенсировать, допустим, какой-то убыток. Когда это решение вступило в силу, если пригравшая сторона, the losing party, а вот выигрыша сторона, кстати, чаще говорят the prevailing party, можно сказать winning party, но очень хороший есть юридический термин, очень вкусный, я его люблю. The prevailing party, выигрыша сторона. Если они выполнили решение, никаких проблем вообще не возникает. Still friends. Пожали друг другу руки, говорят, тут старик, ну извини, я тебе 100 миллионов должен, заплачу через неделю. Спасибо, дорогой. All the best to you. Привет детям. Но часто в 15 процентах, может быть, слышат, не знаю, в 10 там, бывает, когда вы, проигравшая сторона, the losing party does not comply with the award. It does not satisfy the award. Хорошее выражение для выполнить, добровольно выполнить. Надо идти в ту юрисдикцию, в которой ты хочешь привести это решение в исполнение. Чаще всего, естественно, это юрисдикция проигравшей стороны, там, где у него имущество, на которое ты можешь обратить взыскание. You can enforce against his assets. You can recover your money from his assets by enforcing against his assets. Это суд вот в этой самой стране. Это отличает коммерческий арбитраж от инвестиционного арбитража, о чем мы будем говорить через минуту, когда будем про инвестор-арбитраж говорить. Commercial is different from investment. Потому что никакого инфорсмента в эксидовских делах, инвестиционных, обычно нет, потому что обязанность выполнить прописана в самой конвенции. Отдельный вопрос, сейчас не будем на этом останавливаться. И теперь вот очень вкусная такая формулировка английская. Я ее привел не потому, что она юридически интересна, а просто, чтобы вы знали, как это формулируется. Once any challenges, вот обратите внимание, any challenges, не любые попытки оспорить, а попытки оспорить, если таковые предпринимались. Any challenges, once they have been time-barred, то есть истек срок исковой давности. Я пропустил там, условно говоря, две недели. На 15, на 16 день пришел, мне скажут, все, извини. Морек, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. И все, он пропустил срок. Или, once a challenge has been overcome, в удовлетворении жалобы, обжалование было отказано, the award becomes resuticata, вступает в силу и создает преюдицию между этими сторонами по данному спору. И дальше, если мы с вами хотим это дело инфорсировать, как говорят некоторые юристы, привести в исполнение это решение, мы должны обращаться в другую юрисдикцию. В некоторых юрисдикциях есть требования чисто процессуальные о том, что решение Третьейского суда должно быть deposited, оно сдается на хранение в местный суд. Это не то, что он становится от этого юридически значимым. Он абсолютно действительно. Его просто надо зарегистрировать. Как мы с вами говорили про английский брак в России. Два россиянина приезжают в Россию со своим английским свидетельством о браке. Они не перерегистрировали брак. Они просто его в ЗАГСе, условно говоря, фиксируют, что да, мы знаем, что вы женаты по английскому праву, все нормально, поздравляем вас, мы за вас рады. Иногда нужно его депонировать. Если проигравшая страна пытается незаконно распорядиться предметом спора, вот то, что мы с вами говорили, to dissipate assets, или по-русски иногда говорят «слить актив». Это очень хороший графичный термин, я его обожаю. И иногда в синхроне, в кабинном варианте, когда у меня есть время ровно полсекунды на произнесение двух слов, я скажу «слив активов» вместо того, чтобы говорить незаконное распоряжение предметом спора, незаконное распоряжение имуществом вопреки решению суда там и так далее. The winning party may apply for emergency relief и получить сези аре, получить арест имущества, но это надо делать, опять же, в суде страны, где расположено это имущество, потому что суд другой страны не имеет юрисдикции. Он не может вынести арест имущества, отношение имущества на территории соседнего, даже, допустим, государства. Часто для этого посылаются запросы об оказании правовой помощи, letters of requests или letters rogatory. Rogatoire – это от латыни и от французского. И надо обращаться к иностранному суду. Enforcement – приведение в исполнение по-французски «execquateur», выполнение решения добровольное, о чем я минуту назад говорил, то «satisfy the award». И для приведения в исполнение решений государственных судов, обратите внимание, не существует аналога Нью-Йоркской конвенции для третейских судов. Если ты хочешь привести в исполнение решения иностранного третейского суда, ты обращаешься к механизмам Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1658 года. Для судов такого нет. Есть некоторые региональные договоренности, например, в ЕС. Все страны обязаны выполнять решения суда другой страны ЕС, другой из 20, сколько их там, 27 или 28 стран-членов ЕС. Но это регионально. Например, есть такая «council regulation», да, есть регламент Совета ЕС 44.201, но он распространяет силы только, естественно, на ЕС. Как я уже говорил, некоторые страны приводят в исполнение не вступившие в силы не окончательные или не частичные awards решения. Ну, тут ничего ни юридически, ни лингвистически интересного нет, поэтому я не буду на этом останавливаться. Основания для отказа в приведении исполнения, сразу скажу, практически те же самые, что и основания для отмены арбитражного решения. С той только разницей, что отмена с этой сайд, он идет в районе, в государстве СИТА, в государстве месторасположения арбитражного производства. А отказ или, наоборот, приведение в исполнение, это в той стране, где ты хочешь привести исполнение, по логике, естественно, это то место, где расположены активы или имущества человека, который не хочет выполнять решения, хотя он и проиграл. Про экстрапетиты говорили, незаконный состав арбитража, практически те же самые основания. Так, сметочку, это какое у нас? Основания для признания или непризнания. Вы знаете, я не буду на этом останавливаться, здесь все очень четко прописано при желании, и это уже глубинная такая юридистика, поэтому я просто призываю всех заинтересованных потом это дело прочитать. Мы с Мариной пришлем всем и эти слайды, и я further reading, recommended reading, потом тоже пришлю, я об этом еще немножко скажу. Два слова по вопросу public policy. По каким основаниям может быть отказано в признании, приведении в исполнении иностранного арбитражного решения? Вот вчера мы говорили, по-моему, с Ливаном, это, по-моему, было на вечернем, в понедельник на вечернем заседании. Ливан спрашивал, вот два российских гея поженились то ли в Дании, то ли в Голландии, приехали в Россию и требуют признать их брак зарегистрированным. Россия может отказать не только потому, что она ссылается, допустим, на незаконность регистрации брака, хотя здесь they don't have a leg to stand on, как говорят юристы, у них нет оснований. Российского суда нет оснований, потому что если брак законно зарегистрирован в стране регистрации, то он законен в России. Но Россия может сказать public policy. Брак между двумя однополыми лицами противоречит основам правопорядка и нравственности. Вот что такое public policy, публичный порядок. По-русски мы взяли французский термин «ordre public» и просто перевели его на русский язык, транслитерировали. По-английски это называется либо public order, либо они иногда говорят order public, то есть они берут как бы французское слово order и добавляют слово public. Это то же самое, это публичный порядок. Это основы правопорядка и нравственности. И про толкование одно слово, что по-английски толкование, кроме interpretation, для того, чтобы не путать с устным переводом, часто говорят construction. To construe a contract и contractual construction. Толкование договора. И закончим вот этим. Это три минуты. Investment arbitration. Чем он отличается от коммерческого арбитража? Инвестиционный арбитраж в отличие от коммерческого. Коммерческий арбитраж, ну, например, там у нас есть договор, я вам должен был поставить товар, не поставил, там вы мне должны там что-то компенсировать. Или я вам должен что-то компенсировать. Инвестиционный арбитраж, инвестиционные споры. Инвестор Иванов, ЮКОСовское дело типичное. Инвесторы ЮКОС, Halley Enterprises and ЮКОС Universal подают в суд на государство, принявшее их инвестицию, государство Российская Федерация. Вот что такое инвестиционный арбитраж. До того, как была разработана конвенция EXID, International Convention on the Settlement of Investment Disputes, и так всегда называют EXID, EXIDовская конвенция и так далее. Уповать можно было инвесторам только на так называемую diplomatic protection. И могли прийти в свой МИД и сказать, ну, как же так, меня обижают вот в той стране, я в Китай там что-то инвестировал, китайцы меня кинули. И обращался МИД, обращался, делал представление МИДу, там были всякие ноты дипломатические и так далее. Но МИД не обязан был это делать. It was not an entitlement, it was discretionary, it was a privilege. Государство могло в этом отказать. Когда была подписана EXID-овская конвенция about ISD, Investor's State Disputes, то есть споры между инвестором, частным лицом, иногда физическим лицом. Вот дело Молдаван, кстати, недавнее дело, где, кстати, был судья ТИР, против Казахстана. Они там что-то, Молдаване инвестировали что-то в Казахстане, что-то не получилось, не подали в EXID, и выиграли дело против Казахстана на 500 миллионов. Сейчас Казахстан 500 миллионов платить по понятным причинам, естественно, не хочет. Я вот как раз на этом деле переводил знаменитого профессора Сулейменова Майдана Кунтуарыча, который давал показания по казахстанскому праву, где были головоломные термины, вечное право, чем оно отличается от имущественного права, есть ли траст в Казахстане, или это доверительное управление, чем доверительное управление отличается от доверительной собственности. Я сидел, it was a lot of gnashing of the teeth. Я вот сидел вот ровно, где я сижу сейчас, только единственное, у меня был галстук, и было жутко жарко в Лондоне, как сейчас помню. Я потел, это было тяжелейшее дело, но это было a lot of satisfaction, потому что я, я... I was able to assist the parties. Реально удалось дать какой-то added value. Ужасно было, ужасно было приятно. Очень интересно было с точки зрения чисто юридико-лингвистической. Для того, чтобы получить возможность заявить инвестиционный иск против государства, еще раз, да, по тому же ДЭХу, например, Energy Charter Treaty, договор об анонимистической карте, по ДЭХу твоя страна, гражданином которой ты являешься, ну или если ты юрлицо компании, то есть это страна, место твоего нахождения, регистрации, registered address, да, место нахождения юридического лица. Должен быть расположен в стране, подписавшей конвенцию, и тогда ты можешь подать против противного государства, которое тоже должно было подписать эту конвенцию, agreement between the parties. Не буду на этом останавливаться, тут все абсолютно ясно прописано. Существуют двусторонние инвестиционные договоры, биты, так называемые, BITS, bilateral investment treaties, и есть IIA's international investment, multilateral investment agreements. Есть вот этот самый EXIT, который является как раз примером многостороннего. Инвестиция должна быть qualifying investment, и это, наверное, последний термин, на котором я остановлюсь в интересах уважаемых коллег, таких же лингвистов, как я. To qualify по-английски – это не квалифицировать. Вот, например, если я квалифицирую вот этот предмет как стол, I categorize it, this is a table, this is a desk. I categorize this object as a table. А квалифицировать по-английски to qualify – это либо оговаривать некими условиями. Qualified consent – оговоренный, условное согласие. Согласие при неких условиях. Или соответствует предъявляемому требованию. Например, qualifying request – это ходатайство, соответствующее предъявляемым к ходатайствам требованиям. Вот что такое to qualify. Либо оговаривать условиями, либо соответствовать неким критериям и условиям. Критерий, кстати, по-английски иногда переводится как test. The legal test for enforceability is razione persona. Например, критерий, возможности или невозможности приведения в исполнение какого-то решения – рациона persona, субъектный состав. Я не могу инфорсировать решение, если я не являюсь истцом или ответчиком по выигранному мною делу. Если я третье лицо, мне скажут, извините, какое вы отношения имеете к этому делу. Рациона persona. Вот, пожалуйста, test, критерий. Никакого лекс-арбитрия в инвестиционном арбитраже нет. Почему? Потому что it's delocalized. Он как бы парит над всеми юрисдикциями мира. Он основан на конвенции, еще раз. На международной конвенции подписаны всеми государствами, поэтому он не привязан к никакой отдельной юрисдикции. Извиняюсь, по-моему, мы почти до конца дошли. Так, здесь мы уже были. Administered arbitration – ничего интересного. С привлечением существующего уже администрирующего органа. И здесь, пожалуй, тоже все ясно. Два слова о том, чем инвестиционный арбитраж отличается еще от коммерческого. Он отличается тем, что это значительно более тяжелые, сложные, длинные дела с колоссальным объемом информации и документов, чему, естественно, несказанно рады всегда письменные, да иногда и устные переводчики. И юристы тоже за все можно уставлять почасовую оплату. Не всегда конфиденциально. Могут присутствовать так называемые амикус курии. Это третьи стороны, не имеющие отношения вообще к слушаниям, к которым обращаются, например, какие-нибудь неправительственные организации по правам человека, которые приходят в ЕСПЧ и дают показания. Я вот переводил, например, на страшном деле бессланских матерей. До сих пор горло перехватывает, когда я его вспоминаю. ЕСПЧ. Там привлекались какие-то правозащитники, там выступали, рассказывали про это дело. Намного дороже, намного дольше, намного тяжелее. И только два основания для оспаривания. Это так называемая revision, пересмотр по основаниям вновь открывшихся обстоятельств. Discovery of facts of such a nature as decisively to affect awards. И annulment по тем же самым основаниям, что set aside в коммерческом арбитраже. Но все намного сложнее. Все. Большое спасибо всем. Остаются какие-то смешные четыре минуты. Но если кто-то захочет еще остаться длиннее, то я готов more than happy to go beyond the two-hour watermark. Все, коллеги. Давайте вот что мы сделаем. Я выключу сейчас тогда StopShare, чтобы вы меня видели, чтобы я видел все ваши замечательные лица и имена. И теперь хотя бы понимаю, кто есть. Давайте включаем все. Jump in или если есть вопросы в чате, Марин, может, вы прочитаете чат, если кто-то хочет задать вопрос, пожалуйста. Я бы могла начать с чата, Виктор. И Виктор, вопросы. Вы бы хотели фотографию сделать? О, мы хотели сделать фотографию. Коллеги, если кто-нибудь против, просто отключитесь там или выключите камеру. Если позволите, мы сделали бы фотку всех замечательных друзей, коллег. Страшно, уважаемых, любимых мною людей. Давайте, Мариночка, вы там можете... А, да, и вы потом покажете зал заседания в течение 10 секунд. Главное, чтобы люди просто себе представили, где переводческая попа приземляется, где нам сидеть. Сделали? Да, закончила. Сделали? Все, есть. Давайте сейчас покажем зал заседания, просто чтобы коллеги представили себе, как все это выглядит, где вот в реале мы работаем. Это два зала в IDRC, the International Dispute Resolution Center, number 70, Fleet Street, London, EC2E, там что-то вроде этого. Вот это так называемая P10, это VIP-овская часть этого лондонского центра по разрешению споров, где расположен и ЛМТС, лондонский арбитражный суд, и консилиаторские, медиаторские и прочие-прочие применительные конторы. Очень хорошее, доброе место. Вот смотрите, по центру... Мариночка, вы можете обвести... А, слушайте, это я могу сделать. Вот. Вот это стол, за которым сидит свидетель. Вот здесь пока стоит одно кресло, тот сидит свидетель. Что-то там у меня не то нажал, по-моему. А, вот, Марин, да, ага. Вот, это стол свидетеля. Рядом со свидетелем обычно сидим мы. Сколько раз были случаи, когда свидетель мне говорил, слушай, мне так приятно, что рядом со мной сидит теплая белковая структура. Потому что когда я жутко нервничаю, мне приятно, что рядом со мной сидит некий Прокофьев, в котором абсолютно до фени все это дело, который спокоен, теплый, такой хороший, к нему можно прислониться, особенно если это женщина. Бывали случаи, честное слово. Очень приятно. А иногда я просто им руку на руку кладу. Ну, слушай, парень, ты это, дай перевести, ладно. Честное слово. Это очень хорошо, когда сидишь за столом, плечо к плечу. Значит, справа и слева от нас сидят стороны. Обычно, вот, Марин, нарисуйте где-нибудь. Вот здесь обычно ответчик. Главный адвокат ответчика. Вот здесь он сидит. А с противной стороны, вот здесь сидят солиситоры. А чуть выше, ближе, вправо, Марин, попробуйте объединить. О, главный адвокат, обычный QC-шник, Queen's Council, ИСА. Вот зачем эта дырка дурная, вот в середине, вот здесь, совершенно непонятно. Это жутко мешает. И всякий раз, когда показания дают по конференцсвязи с использованием вот этого черного экрана, мне приходится либо подлезать под столом, либо сигать через него и сидеть спиной к арбитрам, которые сидят здесь. Вот, Марин, обведите, пожалуйста, где арбитр сидят. Вот председатель состава арбитража, это здесь. Слева от него и справа co-arbitrators, его коллеги-арбитры. Вот тут и там справа. Я сижу спиной к арбитрам, жутко неудобно, и мне очень плохо слышно. Но для того, чтобы видеть лицо говорящего, вот мне приходится это делать. Глупость жуткая. И вот здесь совсем, вот тут расположена кабина, она встроена. Там жуткие условия работы, я уже сколько раз заявлял протесты, потому что там амплифайер стоит рядом со мной. И когда на улице 40, а усилок еще, а он такой, ватт на 500, он сильно греет. У тебя в кабине 50. Вот, ну я добьюсь своего, они отремонтируют. Так, ага. Все, Марин, я думаю, ну давайте еще какой-нибудь покажем. Если есть там второй, второй и третий зал, там есть зал поменьше, есть зал побольше. Есть колоссальные залы, а 10 туда человек 100 садится. Минутку, Виктор. Давайте, ну на самом деле нет необходимости. Если хоть малейшая, там, Марин, задержка или трудность, можно плюнуть, потому что, в общем-то, они все одинаково выглядят. Везде абсолютно одинаковые government issue, brown desks, такой standard issue. Они куда-то пропали. А, слушай, плюньте, все нормально. Коллеги, поверьте мне, просто есть залы больше, есть залы меньше. Все, больше ничем они не отличаются. Сидели всегда по центру, где-то прямо перед лицом к лицу, на расстоянии полутора-двух метров, может быть, от состава арбитража. Обычно очень хорошо слышно, слава богу. Давайте, может, вопросы. Макс, давай. Вик, во-первых, огромное спасибо. Во-вторых, у тебя там был кусочек про Advocate, и там, по-моему, не было. Ну, я бы просто напомнил, что если это юрисдикции типа Шотландия, Джерси, Герси, Герси, Мэн, да, то это Баристер просто. Да, совершенно правильно. А вопрос такой. Значит, ты сказал disclosure discovery, disclosure в Британии, discovery в Штатах. Ну, понятно, что это и то, и другое, в принципе, раскрытие. Но если нужно провести там ведь немножко, ну, или не немножко, как бы разный объем, да, и если вспомнить там, если бы тебе надо было переводить, например, описание реформы Лорда Вульфа 90-х годов, да, который сказал, что давайте переходить от discovery в disclosure. Вот для discovery все-таки что-то параллельно, так сказать, обнаружение доказательств, поиск доказательств, ну, чтобы не приравнивать, там, где четко надо не приравнивать его окончательно к disclosure, какое бы слово ты предложил. Не знаю, сейчас не готов, выявление, может, какое-нибудь, слушай, дашь полминуты, я придумаю тебе 10 синхронистов, как любой синхронист, сразу не готов. Вот Саша Шкаликов такой же синхронист, как я, он тебе сейчас, Саня, ты не ржи, ты дай вариант перевода. Нет, я думал, обнаружение, выявление тоже классно, спасибо. Выявление, по-моему, нормально. Санька, у которого я учил синхронный перевод, ты там, это, не выключай камеру, любимый мой Саша Шкаликов. Давайте еще, ага. Женевская мафия. Давайте, у кого, если будут вопросы, jump in, если нет, то давайте расходимся на обед тогда. У нас есть вопросы из чата. Давайте. Несколько вариантов. Ребята, на самом деле, совершенно feel free to disconnect, все, кто хотят уйти, абсолютно никакой обиды, я прекрасно понимаю, я так пересидел, и прошу прощения. Несколько вариантов, I put it to you. Я не буду сейчас зачитывать имена, я просто зачитаю, возможно, эквивалентные предложения. Я вам предъявляю, я вам заявляю, я вам заявляю или я вам говорю, я вам заявляю, был очень популярный вариант. Очень хорошо. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю говорить, я сейчас объясню, почему, психологически человеку more readily understandable. Если ему говорят, я вам вот что скажу. Он чувствует, что сейчас какая-то гадость произойдет. Если человеку сказать, я вам заявляю, он сидит, думает, ну что такое нейтрально, там, я вам заявляю, там, что у вас красный галстук, допустим, да? Это намного хуже. Его сейчас обвинят откровенно в какой-нибудь совершенно непотребстве, что он лжет. You are lying through your teeth. This is a brazen lie, Mr. Ivanov. You are making this up as you go along. Я еще раз ее не преувеличиваю. Вот так орут именно с этой интонацией и с таким британским произношением. У меня для вас есть предъява. А, о, гениально, гениально. Но это для этого клиент должен быть вот такой. Тогда он поймет. Предъява для вас, да. Павел выйдем, стрелку забьем. Уважаемые приседатели, у нас тут стрелка, мы сейчас на три минуты на флист. Тут пивная напротив, кстати, в которой Диккенс был. Называется Е-Олд Чиза. Я очень ее люблю, там очень хороший элли, там можно рыбкой закусить, если у тебя короткий обед. Пойдем, я тебя там предъявлю сейчас за пивом. Ага. Далее. Можно поподробнее про перевод Tribunal. Выше мы говорили, что это состав арбитров, не трибунал, а в обращении, например, арбитры. Да, значит, Tribunal – это состав арбитража. Можно обратиться, если, например, я, я имею право обратиться к председателю состава. Я тогда говорю мистер Чермен. Мистер Чермен, there is a, I believe, speaking as a linguist, I believe there is a mistake in the translation. Thank you, Mr. Prokofiev. Please feel free, fire away, tell us what you think. И я ему начинаю рассказывать. Я могу сказать, что the arbitrators, арбитры, я могу сказать состав арбитража, я могу сказать арбитры, я могу сказать уважаемый арбитр. Вот если справа сидит третий, допустим, арбитр, я могу сказать просто уважаемый арбитр, там, лорд Хоффман, допустим, только что сказал то-то-то. Куча, куча вариантов. Или, или, когда, скажем, cross-examining counsel говорит там, Mr. Ivanov, you have just told the tribunal that you have not seen this email. Is this true? Can you confirm that? Он был включать рельсы. И он жил в халупе на железной дороге. Он прилетел в Москву когда. Для него это был шок. А когда он оказался в Лондоне, это была, это просто немыслимый был шок. Вот я его реально успокаивал. Я сидел рядом с ним, и я ему даже объяснял какие-то вещи, потому что он был абсолютно несчастен. Его спрашивали, вот как вы проверяли опоры моста? Ну, я там лунку, это вот. Ну, я говорю, там, I drilled a hole. Хорошо, господин, там, я не помню его фамилия, как же Гельдин, допустим. Скажите, когда вы пробурили вот эту лунку, что вы там увидели? Он говорит, ну, шугует. Я говорю, что? Шугует. Я говорю, там, я к нему обратился так тихо, говорю, а я говорю, что это такое шугует? Ну, ну, шугует, сказал он мне. Ну, как же ты, Прокофьев, не понимаешь, что такое шугует? Это шуга. Оказывается, шуга, это какие-то остатки там. Ну, мгновенно при минус 50 замерзающей воды с крошевым и так далее, шуга. Вот, я же, честно говоря, даже не помню, почему я начинал про это говорить. Давайте дальше, я прошу прощения, меня занесло. Перевод пэнел, арбитражная коллегия. Как вариант? Можно коллегия, да, те же самые, то же самое, что арбитражная. Разницы между пэнел и трабюнел нет никакой. Просто трабюнел – формальный юридический термин, а пэнел – это просто описание их, как группы лиц. Коллегия – прекрасно, по-моему, очень хорошо. Про investment arbitration касается только частных государственных отношений, да? Частных в том смысле, давайте договоримся о терминах. Что вы понимаете под частными отношениями? Это любые инвестиции физлица или юрлица одного подписавшего эксид государства или бит, bilateral investment treaty, на территории другой подписавшей этот же бит или эксид юрисдикции. Например, дело ЮКОСа, да, это же не Ходорковский и не Невзлин, да, это Hull Enterprises и ЮКОС Universal, так? Действуют кипрские юридические лица. Другое дело, что Россия выдвигает, и многие государства, и Казахстан по делу Стати выдвигал, это очень известный, очень серьезный аргумент, и каждый раз арбитры должны выносить решение по существу вопроса. Признаем ли мы Hull Enterprises и ЮКОС Universal или в деле Стати признаем ли мы их компанию под названием, там не помню, аксиома какая-то была, кипрская компания, признаем ли мы их кипрскими или в примере ЮКОС Universal айловменскими компаниями, при том, что Айловмен подписал эксид, и там, правда, Energy Chartered, там был дек, но неважно, принцип тот, подписали договор. Или мы признаем, что за этими компаниями стоят физлица, Ходорковский, Невзлин, там, Лебедев и так далее, и отказываем в удовлетворении иска по основанию неподсудности, потому что они не представляют собой ту страну, от имени которой якобы они делают вид, что они заявляют свои требования, Кипр или остров Мэн. Очень серьезный аргумент, на него уходят сотни часов обсуждений, submissions, written submissions, pleadings, openings, closings, post-hearing briefs и так далее. Это серьезнейший вопрос. На него нет однозначного простого ответа, типа там, а, Михаил Борисович там всех кинул, все понятно, там не зря отсидел 10 лет. Это эмоциональный аргумент. Юридический аргумент значительно, значительно, значительно серьезнее и сложнее. Это очень сложно доказывать и очень сложно принимать решение. Вот, например, этот самый арбитраж по делу ЮКОСа, как вы знаете, принял решение в пользу ЮКОСа. 50 миллиардов Россия должна выплатить. Теоретически сейчас идет оспаривание. Оспаривание идет в Америке, оспаривание идет в других юрисдикциях, в Голландии и так далее. Интереснейшее юридическое дело с сложнейшей, сложнейшей юридической фабулой. Виктор, не могли бы вы, пожалуйста, рассказать о случае с отводом арбитра? Я рассказывал вчера, может быть, это было в понедельник, может быть, это было на вечернем заседании. Значит, был такой Станимир Александров, болгарин, который учился на параллельном курсе со мной на МП в международном праве МГИМО. Соответственно, человек примерно моего же возраста. Мы с ним столкнулись после 40 лет отсутствия. И он был арбитром в деле, который, которым я переводил в Париже. Кстати, ксидовское было дело. На другом деле, как я потом выяснил, через три года, ему был заявлен отвод в связи с тем, что он якобы, а может быть, и не якобы, может быть, он даже честно про это забыл, bona fide error, была добросовестная ошибка с его стороны. Он забыл сказать, что он там в каком-то 1990 году работал каким-то то ли юристом в какой-то фирме, а сейчас эта фирма одна из, там, не знаю, 10 тысяч участников этого процесса. Или он кого-то консультировал и так далее. Ему заявили отвод. А, да, если вы имеете в виду про отвод судье, государственном суде, то это было громкое дело, действительно. Это был судья, я не раскрываю никакой официальной информации, потому что это было все out in the open. Про это писали в Таймсе и так далее. Был судья по фамилии Смит. Я давно его знал, и я помнил его, и он производил всегда немножко тяжелое впечатление на переводчиков и на участников процесса. Он довольно грубо разговаривал вообще со всеми, со всеми. С адвокатами он осаживал кюсишников. Он только что не говорил шарап, но он прерывал, ну, очень какой-то был такой неприятный человек. И дальше было дело. На этом деле я не переводил, потому что было дело чисто английское. Между British Airways и кем-то, не помню кем, поставщиком каким-то там, то ли самолетов, то ли еще чего-то. И этот судья Смит, он, Питер Смит, по-моему, он взорвался на каком-то этапе. Ему что-то не понравилось в аргументации British Airways, и он сказал кюсишнику, представляющему British Airways, старшему адвокату Бритиша, что я не только не согласен с вашей позицией, я считаю безобразным ваше поведение, и не только ваше поведение, а поведение, представляемое вами клиента British Airways. А вот, кстати, мы тут с женой из Кипра летели после отдыха, и вы потеряли, ваша компания потеряла мой чемодан. Когда адвокаты это услышали, говорят, там была просто констернация полная в зале, судья, ну, он не имеет права такие вещи говорить, делать, даже принимать во внимание эти соображения, но он продолжал, его понесло Остапа, как Остапа, и ему заявили отвод, ему заявили отвод, и председатель суда, это был Commercial Division, по-моему, Queens Bench, принял решение о том, что этот человек не имеет права более продолжать слушание. Вот это был отвод судье. Отвод Станимиру Александрову был заявлен в основании того, что он не раскрыл, he did not disclose the relevant information about his relationship with or his attendance at some meetings 35 years ago. Поверьте мне, что это было абсолютно надумано, и это просто была процессуальная уловка стороны талантливых юристов противной стороны, которые заявили отвод и выиграли, и молодцы. So much the better. I'm so happy for you guys. Юристы хорошо сработали, раскрыли, и вот этим занимаются, между прочим, всякие младшие юристы, всякие associates paralegals, молодежь, которая хорошо шарит по интернету, они запустили поиск по каким-то ключевым словам, которых наверняка были сотни. Станимир Александров, там, юрист, лоер, МГИМО, МП, там, и так далее, и так далее, нашли какую-то информацию, выудили ее откуда-то, сделали предъяву, наверняка получили большое повышение по службе в своей юридической фирме после этого. That's the way it works. That's the way the cookie crumbles. Или как Джек Лэмон, по-моему, в «Джайс, только девушки» говорил, that's the way the oil gushes. Ну что, будем заканчивать или еще какие-то вопросы есть? Если вопросов нет, давайте, наверное, тогда разойдемся. Большое вам спасибо. Закончу тем, что я не прощаюсь окончательно, в том смысле, что я предлагаю всем продолжать общение и дружбу на страничке нашего Пила. В Facebook, обменяться информацией, если будут какие-то вопросы или предложения о проведении каких-то дополнительных потом мероприятий, я с большим удовольствием готов провести вебинар вообще про жизнь переводчика, где будут просто «I open the floor, I throw the floor open for questions and answers», рассказывать всякие war stories and stories from the trenches, да, байки переводческие, спрашивать, вот как бы ты, Прокофьев, в такой ситуации поступил. Готов прочитать лекцию, которую я на самом деле уже читал у Юли Погер, вот многие присутствующие знают, про заключение договоров между переводчиками и клиентами. Там есть очень много очень тонких вещей. Могу поделиться своими соображениями, как increase your value and your offering and your added value, как отставить свою позицию, айковские правила, condition de travail, даже не про деньги говорю, вообще про отношения к нам, как к профессионалам, таким же, как юристы, солисты, баристы и так далее. Готов это обсудить в будущем, начиная с января, где-то, потому что до декабря я сейчас буду забит полностью. Вот, пишите. А, да, слушай, Марина, мы предлагаем, если кто-то заинтересован, выдавать, если кому-то это нужно, да, собачья медалька, выдавать сертификаты, Certificate of Attendance, на котором будет написано, что там вы, там, условно говоря, там, Вася Иванов участвовал в семинаре 4 часа про Вадима Прокофьев, выпускник ГИМО, Лондонской школы экономики, бывший преподаватель Вестминстерского университета, юрист по образованию, член АИК, или British Institute of Translation and Interpreting, American Translators Association, там, и так далее, и так далее. Там, какой-то участвовал, получил, если кому-то для CPD это нужно, для Continuing Professional Development Points, если кому-то это надо. Хотя, я не признан нигде, я совершенно непонятно, кто я такой вообще, кто-то с горы. Поэтому, если кому-то это полезно, скажите. Единственное, что на веру, потому что мы, естественно, не можем отследить, кто сколько часов участвовал и участвовал ли вообще. Мы знаем, кто зарегистрировался, но, естественно, Марина не отслеживала, а тем более я не отслеживал, кто когда включался и выключался. Если кому-то надо, скажите нам в индивидуальном порядке выйти на Марину, скажите ей, я был там 2 часа, значит, будет в сертификате написано 2 часа. Вот, все. Спасибо большое. Очень рад всех видеть. Счастливо. Всего вам самого-самого доброго. И большое спасибо за ваше терпение. Спасибо огромное. Пока. Счастливо. Спасибо. Спасибо огромное. Всем привет. Супер.